Проходить. Хочу получить ответ на вопрос. Справился? Стревожное храбрическое храбрическое храбритство? Справился? Какой вопрос? Как работать с симптомами при... В чем? Как работать... Сейчас, стоп. Да. как работать симптомы генерализованного тревожного расстройства ну с тревогой при упражнениях из дисков или еще какие нибудь про упражнения из дисков что ты имеешь ввиду, там их много диск делится на две части на упражнения в первой части в белом диске у тебя собрано упражнение с панической атакой с агорафобией и с телом а во второй части у тебя собрано упражнение с когнитивной терапией с введением таблиц работы над убеждениями, что ты имеешь ввиду зациклены с мыслью я просто тестирую насколько группа понимает суть процесса как проработать что я хочу всем понравиться короче, слушайте целые можно этот самый так, все, ребят, спасибо хватит иначе мы до утра не закончим про таблицы звука нет ну, перезагрузись про то, как боятся задавать глупые вопросы Жень, ну, ты в своем апертуаре ты знаешь, как не бояться задавать глупые вопросы что ты меня спрашиваешь я объясню давайте начнем сначала у нас есть один человек который, я так понял, что его зовут Давид Давид, привет он на первый раз присутствует он хочет в целом понять, что такое ВСД и как впервые участвует Итак, давайте еще раз сформулируем основной тезис от которого будем двигаться дальше и при чем здесь психотерапия потом дальше пойдем по упражнениям Давид и все оставшиеся кто СВСД диагноз вегетососудистая дистония был сформулирован в Советском Союзе вместе еще с 10 диагнозами это синдром или комплекс симптомов синдром это совокупность симптомов где человек придя к врачу-интернисту в общей практике жалуется на наличие тех или иных беспокойств в теле слабость, эфикардия, головокружение головные боли, нехватка воздуха дышка, боли в желудке плохой сон в общем он жалуется на общее физиологическое состояние слабость чувство страха паника потение и так далее и тому подобное врач проводит обследование потому что эти жалобы очень похожи на всевозможные органические заболевания на бронхиальную астму на ишемическую болезнь сердца на всевозможные дерматозы на всевозможные гастриты, язвы на вообразование киста ишемическая болезнь сосудового мозга на сосудистые проблемы в висцебральных артериях на компрессию висцебральных артерий и так далее врач-невролог кардиолог гастроэнтеролог терапевт пульмонолог проводят собственные обследования каждый по собственному профилю гастроэнтеролог соответственно по желудку кишечнику эндокринолог соответственно по железам и их секреции гормональные пульмонолог соответственно по функции дыхания кардиолог по сердечно-сосудистой системе невролог по сосудам головного мозга и головному мозгу в целом проводятся обследования используя высокоточные исследовательские способы такие как магнитно-резонансная томография ультразвуковое исследование при необходимости эндоскопические исследования кишечника пищевода желудка и так далее кардиологи проводят соответственно электрокардиографию ультразвуковое исследование мониторинг по холтеру иногда коронарографию неврологи соответственно проводят магнитно-резонансную томографию ультразвук шейных артерий висцепральных шейных артерий или рентген шейного отдела позвоночника могут быть назначены дополнительные исследования конечно же соответственно на основе высокоточных исследований каждого из направлений медицины врач делает свой диагноз по результату обследования вегетососудистая дистония это парадокс в советском союзе парадокс заключался в том что человек жалуясь на определенную проблему как и во всем мире при обследовании не находят и реальной картины патологии где анализы и обследование ее не находят эту патологию но нет болезни нет язвы нет астмы нет ишемической болезни сердца сосуды в норме все в порядке в целом вот так вам врачи говорят в целом все в порядке но у тебя ВСД так вот ВСД или вегетососудистая дистония это набор жалоб функционального телесного и эмоционального характера от которых пациент достаточно страдает но врачи не знают что лечить потому что привязаться к какой-то конкретной болезни нельзя но нельзя ему лечить язву потому что ее нет но нельзя у него лечить астму которой нет но нельзя лечить ишемическую болезнь сердца и тяжелые виды аритмии которых нет соответственно в таком случае назначают общеукрепляющие препараты или дополнительные исследования чтобы все-таки найти что-нибудь да вот в таких случаях в Советском Союзе был разработан термин вегетососудистая дисфункция где нету конкретной болезни но есть функциональное расстройство во всем мире функциональные обратимые расстройства являются классифицированными как неврозы невроз кишечника невроз дыхания невроз сердца сосудистый невроз а позже их переименовали в более правильную классификацию тревожно-фобические неврозы а позже в 10 МКБ и этот раздел назвали самотоформные связанные со стрессом невротические расстройства по-моему так называется самотоформные связанные со стрессом и невротическим расстройством если я не ошибаюсь по-моему так это раздел F4 вот в этом собственно говоря разделе нету вегетососудистой дистонии как таковой есть раздел F45.3 это самотоформная вегетативная дисфункция она находится рядом с кардиофобией и рядом с фобическими неврозами говорит этот раздел о наличии соматических жалоб функционального характера и туда относят все органные неврозы именно функциональные соответственно вегетососудистая дистония Даниил чтобы ты понял это не болезнь органа это функциональное временное вегетативное напряжение которое безопасно для жизни оно является лишь дискомфортом которое обременяет жизнь на период наличия факторов которые создают этот дискомфорт факторы которые создают дискомфорт вегетативный это эмоциональное состояние пациента именно эмоциональное состояние пациента в какой-то точке времени и привело его к вегетативной дисфункции а если быть точным то вегетативная эта система работает в порядке с точки зрения медицины она дисфункциональна потому что она напряжена как бы не по делу она напряжена как бы не по делу потому что как бы внешне нету причин для выброса адреналина например в метро нет никакой катастрофы поэтому она и дисфункция но если копнуть глубже то выброс адреналина в метро например у тебя абсолютно справедлив потому что ты ехал в метро Но испугался вегетативной реакции, потому что ты уже находился в состоянии затяжного стресса и вегетативное состояние уже повышенное. Ты испугался или оценил это вегетативное состояние, как угрожающее для жизни, как угрожающее здоровью, испугал себя этой оценкой, выбросился адреналин и так случилась паника. Из чего ты сделал вывод, что это какой-то приступ сердечный, ишемический, сосудистый, там еще какой-то? И с тех пор ты в метро передвигаешься очень аккуратно и это периодически там появляется. Поэтому вегетасосудистая дистония, Даниил, это история функционального временного состояния до тех пор, пока человек пребывает в определенном психоэмоциональном фоне. Лечит вегетасосудистую дистонию несколькими способами. Они сочетаны. Всегда. Самый главный способ работы. Следующий. Во-первых, надо разделить, что есть два основных метода. Есть психотерапия и есть, так скажем, психофармака-физиотерапия. А психофармака и физиотерапия, мы это отнесем, туда отнесем спортзал, пробежки, закаливания, туда же отнесем успокоительные травы, массаж и так далее. Это вот туда сейчас пойдет, да? И психотерапия это работа с психологом или с психотерапевтом, не психиатром в плане психиатрии, а может быть по образованию психиатра. Я сейчас говорю именно про психотерапевтический процесс, где вы беседуете. Психотерапия это беседа клиента и терапевта. Это беседа двух людей. Задаются вопросы, дискутируются, отвечаются, размышляются, философствуют и так далее. Это беседа. Сейчас расскажу, как это работает. Так вот, чтобы вылечить регитососудистую дискарнию, нужно работать всегда сочетанно. Прежде всего, главным фактором терапии является психотерапия, потому что функциональное вегетативное напряжение это эмоции. Соответственно, мы понимаем, что чтобы эмоциональный фон стал стабилен, мы должны понять, почему человек так сильно бросается в эмоцию. На первом плане наши пациенты считают, что они бросаются в эмоции. И вот согласитесь, что я сейчас скажу правду. Вот напишите, пожалуйста. На первом плане вам казалось, что вы бросаетесь в эмоции от самочувствия. Вот у кого такая хрень была, только честно. Вот у меня такое было в 2008 году. Когда мне психотерапевты говорили, что это от эмоций, я был уверен, что я бросаюсь в эмоции от своего самочувствия. То есть я говорю, ну конечно, это у меня эмоции, потому что мне хреново. Какие тут могут быть другие эмоции? Вот примерно так люди размышляют, да? Они говорят, вот у меня эмоции, потому что мне хреново. И вот тут мы с вами, ребят, все ошиблись. И я в том числе в 2008 году. Вот тут я хочу, чтобы вам сейчас вот этот момент исправить. Я ошибался в 2008, когда у меня были панические атаки. И я не хочу, чтобы вы повторяли мою ошибку. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Спасибо. Да, действительно, у вас есть эмоции к вашему самочувствию, к кишечнику, к сердцу, к панике, к страху, к навязчивости. Да, к ним действительно есть эмоции. Вы их осуждаете, вы их боитесь, вы об этом печалитесь, вы об этом думаете, вас это заботит. Это правда, и я на это не нападаю. Но вы не видите одно, что из-за того, из-за чего у вас началась вся эта вегетативная петрушка, там тоже есть эмоции. Проще говоря, я считал, что мои эмоции применены к паническим атакам и к страху на работе. И все мое эмоциональное состояние из-за того, что у меня паника, из-за того, что у меня ВСД. Но я не видел, что на самом-то деле, внимание, мои эмоции были изначально адресованы к процессу на работе. К процессу контакта с директором, к процессу контакта с главным бухгалтером, к процессу контакта с моей девушкой, с которой мы тогда расстались торжественно, к процессу контакта в целом в моей жизни, как к молодому менеджеру, у которого не очень получается и который переутомлен. Мне было 22 года тогда. Вот тут я не видел, что у меня именно туда направлены были основные эмоции, точнее оттуда они были выжаты. Именно оттуда эмоции явились функциональной причиной для вегетативного напряжения. В какой-то момент времени обстоятельства на работе с девушкой достигли кульминации, и мое эмоциональное состояние поднялось максимально, и моя вегетативная система поднялась также максимально. Будучи по натуре тревожно-мнительным человеком путем воспитания меня как тревожно-мнительного отчасти, я испугался вегетативной реакции в своей психике. И я подумал, что это инфаркт, и я подумал, что это сердечно-аритмический приступ, и я сейчас умру. И у меня выбросился адреналин, и я был уверен, что это приступ. И я испугался. И все мои эмоции потом сосредоточились на то, как бы этот приступ не повторился. Пишем, так ли это. И все мое желание было, чтобы только больше этого не было, и чтобы только я выздоровел. Потому что я был уверен, что это так, что я заболел. И я в корне не мог рассмотреть проблему, что на самом деле она, спасибо, что она была на работе. А точнее, к моему отношению на работе. Так вот, Давид, психотерапевт, прежде всего при лечении ВСД, должен понять сферу человеческой жизни, где человек сам причиняет себе эмоциональный вред и беспокойство, что вызывает его вегетативную реакцию, которую он потом ошибочно боится, паникует и трактует. Вот это понятно всем, вот эта связь, что это такое? Что вегетативная реакция имеет причину не в теле. Это следствие. Теперь смотрите. У нас есть следующая схема. ВСД, паника, агорофобия. Представили такую схему? Вот смотрите, если это рассматривать в таком алгоритме, то это выглядит примерно так. Вот я сейчас примитивно хорошо говорю. Отношение в жизни к определенным ситуациям очень эмоциональное и яркое, и достаточно травматичное. Отсюда вытекает вегетативная реакция. Вы боитесь вегетативную реакцию, у вас формируется паника, затем воспоминаете, где эта паника была, и ошибочно думаете, что паника обусловлена местом, например, метро или улицей. И эта ошибочная трактовка, что паника обусловлена погодой, метро, улицей, у вас формируется вторая ошибка. Вам кажется, что этих мест надо избегать, или быть в них в присутствии людей, чтобы вам помогли. Пишем. Так ли это? Еще раз я повторю это. Спасибо. Еще раз смотрите внимательно, запишите себе сейчас это в тетради в рабочие. Алгоритм очень простой. Пишем. Первое. Потому что вы сейчас в трансе будете 3 часа, вы ни хрена не запомните. Пишем. Первое. Есть ситуации в жизни, к которым я отношусь сверхэмоционально. Месичев называл это сверхценно. Неважно. Есть ситуации в жизни, к которым ты относишься сверхценно. Вот это понятно? По пунктам сейчас буду рожевывать вам все сегодня. Есть ситуации в жизни, к которым вы относитесь сверхценно. Второе. Точнее первое. В этих ситуациях происходит какое-то взаимодействие. Вас и этих ситуаций, этих людей, обстоятельств, банков, жены, мужа, детей, начальника, любовника, трех любовников. Неважно. Там что-то происходит. И это для вас сверхценно и эмоционально. Второй пункт пишем в алгоритме. Пишем прям дословно. Это вызывает мои эмоции. Это вызывает мои эмоции. Слушай, ты еще это самое, с ноги зайди. Это вызывает мои эмоции. И вегетативное напряжение. Понятно? Дальше пишем. Итак, ситуация сверхценно. И это вызывает мои эмоции и вегетативное напряжение. Третье. Я оцениваю свое вегетативное напряжение как опасное или болезненное. Я оцениваю свои вегетативные эмоции как опасное или болезненное. Я оцениваю свое вегетативное. Я оцениваю свое вегетативное напряжение. Четвертое. Я паникую, считаю, что я умру. Я паникую, считаю, что я умру. Следующий блок. Я запоминаю место или обстоятельства, при которых это случилось. Я запоминаю место или обстоятельства, при которых это случилось. И следующий блок. И затем я избегаю этих мест или обстоятельств, чтобы нафиг такое не повторилось. И затем я избегаю этих мест, чтобы такого больше не повторилось. Записали? Поднимите руку, пожалуйста, кому знаком этот алгоритм. Многим, да? Ну вот, вы по адресу попали. Я вас поздравляю, наконец-то. Итак. Да не псих-то, я расслабься. Не психи вы. Вы обычные люди. Психов здесь нет. Всем знаком. Супер. Молодцы. Вы не психи. Вы обычные люди. Психи сейчас спасают мир. Занимаются другими делами у них. Они заняты. Не прошло 12 лет. Ну да, Даш. Извини. Я вот работаю только пятый год. Так что, сори. Нет, не пятый, сегодня пятнадцатый. Восьмой. Что я себя принижаю? Восьмой год. Ну, видишь, лучше поздно, чем никогда. Итак, алгоритмы записали. Теперь пишем. Упражнения для разработки этого алгоритма. Все хотят упражнения, чтобы вот эта хрень больше с вами не случалась. Вот тот алгоритм, который мы сейчас записали, чтобы он нафиг, простите, чтобы он нафиг из нашей жизни ушел. Хотим? Потому что нам знаком. Хотим. Отлично. Поехали, работаем. Итак, смотрим, с чего все начинается. Все, спасибо большое. Смотрим, с чего все начинается. Да? Сверху на алгоритм. Или там слева направо, как вы записывали. Ситуация. Вот давайте запишем здесь, там в скобочках, или пишите там отдельно где-то. Чтобы разработать первую часть алгоритма, с чего все начинается, с ситуацией, в которых происходит, пишем «Мне надо идти когнитивно-поведенческому психотерапевту». Вот чтобы первую часть поправить, это те самые ситуации в жизни с мужем, женой, потому что просто так вы это не поправите. Там вы будете заниматься следующим. Там вы будете работать именно над интерпретацией ситуаций, которые вызывают у вас то самое эмоционально-вегетативное состояние, которое потом запускает все остальное. Вот это начало. Но я вас хочу обрадовать. Все остальное вы можете сделать сами. Вот это радует вас, что все остальное, включая вегетатику, панику, агорофобию, это можем проработать мы с вами уже здесь и сейчас. Или на этих дисках, если вы их приобретете с собой потом, если захотите. Ну, чтобы я у вас был все время в телевизоре. Там тоже есть эти упражнения. Но я вам их сейчас дам, объясню, но если хотите, вы можете себе потом это заказать. Уже есть. Супер. Катя. Отлично. Смотрите. Поехали дальше. Итак, второй блок, второй тезис алгоритма. Что там происходит? Смотрите. Там происходит следующее. Вы испытываете вегетативную реакцию. Правильно? Пишем. Главная задача научиться не разгонять катастрофические иллюзии о смерти, инвалидности, сумасшествии, потере контроля от наличия вегетативной реакции. Главное научиться сейчас нам не разгонять это. Вот идете вы по улице или едете на работу, и у вас началась... Ну, вот это о смерти сейчас и буду, как раз, говорить. И у вас начались вот эти вещи вегетативные. И вот здесь надо научиться, сейчас нам будет давать себе правильный рациональный ответ. Пишем. Я буду медленно диктовать. Пишем. Правильный рациональный ответ, который я должна давать при наличии вегетативного напряжения в самом начале. Пишем. Я сейчас объясню. Этот ответ состоит из серии техник. И я сейчас их объясню. Сначала запишем, а потом объясню. Хорошо? Пишем. Да, действительно, это правда. У меня есть вегетативное напряжение. Да, действительно, это правда. У меня есть сейчас вегетативное напряжение. Дальше. Я понимаю, что вегетативная реакция... Да, это правда. У меня есть действительно вегетативное напряжение. Я понимаю, что вегетативная реакция моя, я понимаю, что моя вегетативная реакция сейчас это эмоциональное состояние. И мое тело просто проживает эмоцию. И мое тело проживает эмоцию. Стыда, позора, показаться глупым, смешным, некомпетентным. Причинить людям неудобства. Закрыли скобочку. Вот все, что вы сейчас перечислили и есть причина вашего ВСД. Я вас торжественно поздравляю. А, простите, стоп. Откроем скобочку. Еще запятая. Это был страх того, чего мы обычно боимся. Дальше. Эмоция. Гнев, вина, ревность, зависть, обида. Все, хватит. Вот это все. Обвели фигурную скобку, эти эмоции и страхи. И написали, это и есть мое ВСД. Поняли? То есть, вы пришли в магазин изначально. Или, давай так, вы приехали в офис на работу и испытали в офисе, перечитайте, что? Какую-то сочетанную комбинацию или одну эмоцию внутри вашей психики, которую, пишем, «которую я, возможно, не осознаю». Вот в этом есть парадокс неврозов. Иначе у нас бы не было психотерапевтов. Если бы все осознавали все эти вещи, вы бы сейчас сказали, «А, Леш, я на самом деле просто обижена на это, расстроена этим, и на самом деле я просто не знаю, как с мужем» и так далее, и тому подобное. Конечно, если бы вы осознавали вот эти перечни эмоционального фона сочетанных, да, вы бы здесь не присутствовали. Вы бы сказали, «Да я просто завидую, да я просто злюсь, да я просто обижена, да я просто не знаю, как поступить, да я просто боюсь что». И вы бы понимали, что ваша вегетативная реакция, сейчас расскажу, как она начинается, не спеши. И вы бы сказали, что «Моя вегетативная реакция – это просто злость, моя вегетативная реакция – это просто стыд, моя вегетативная реакция – это просто страх показаться глупым». Вы бы тогда здесь не были, для вас было бы все ясно, понятно? Поняли вот эту фишку, ребята? Дальше идем. Пишем «Да, действительно», давайте пишем дальше «Да, действительно, у меня сейчас есть вегетативное напряжение – это следствие эмоций». Перечислили. Дальше пишем в алгоритме, в этой фразе. «Мне незачем» и нету смысла видеть в этом катастрофу и смерть. Эти эмоции безопасны. Это безопасно. От этого никто не умер. Это просто эмоции. Если бы это вегетативное состояние от этих самых сочетанных эмоциональных, латентных, скрытых форм было мне опасно, или я могла бы от этого умереть ввиду инфаркта, ишемии и прочих нюансов, мне бы врачи об этом сказали неоднократно. И полбы Советского Союза парилась бы в этих больницах, потому что, не дай бог, у вас же есть шанс. У нас ВСД стоит у каждого второго в карточке. Никто не умер. Я работаю восьмой год, никто не умер от этого. Люди по 12 лет этим страдают, по 15. Никто не умер. Потому что это невозможно. Люди не умирают от вегетативных реакций. Сейчас скептики скажут, но как же люди же умирают от эмоций? Да, действительно, эмоции могут быть провоцирующим фактором летальности. Но только тогда, когда у человека есть реальная, клинически доказанная кардиопатология, где, вот у меня у бабушек, у двоих, они еще здравствуют, есть серьезные сердечные, уже ввиду возраста им за 80 лет, серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Это клиническая картина. Им сказали не достигать такого-то артериального давления, им сказали не испытывать такие-то эмоции и следить за частотой пульса, потому что есть действительно кардиопроблемы. Вам же кардиологи и врачи не сказали ничего, кроме того, что вы либо здоровы, либо что есть некоторые стандартные особенности нормы, например, увеличение левого желудочка, блокада левого ножка и пучка агиса, смещение центральной какой-нибудь там оси. И если бы у вас была бы возможность умереть от вегетативной реакции вследствие этих эмоций, которые я вам перечислил, вас бы закрыли в дурку, потому что популяция бы человеческая вымерла бы. И вам бы сказали ни в коем случае, пока не закончится все это, не выходишь. Понятно вот этот момент? Еще раз повторяю. Да, действительно, у меня есть вегетативная реакция. Я знаю, что это сейчас просто мое эмоциональное состояние на какие-то эмоции, которые я пока в себе не вижу. Мы с Красиковым сейчас будем это искать дальше. Я понимаю, что это безопасно, и моя главная задача сейчас не создать. Пишем. Моя главная задача. Ребят, интересно вообще я... Нормально? Информация уйдет в голову? Нормально? Или вы засыпаете там? Просто я привык с аудиторией, когда я ее вижу, а тут я вас не вижу, я не знаю, что вы там, может вы там уже заснули все. Нормально? Ага, окей. Итак, и моя главная задача... Сейчас, Ир, я тебе отвечу на вопрос, чем я себе противоречу. И моя главная задача... Не создать мыслеформу, которую я испугаюсь сама. Можно я в женском роде буду, окей? И моя задача, главное, не создать мыслеформу, которую я испугаюсь сама. Здесь ставим точку. Ир, напиши, пожалуйста, в чем я себе противоречу. Поясни, пожалуйста, чтобы я ответил. Чтобы противоречий не было. Ир, напиши, в чем противоречие? От ВСД... Стой, 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 стой. От ВСД не умирает, но есть летальный исход. А в чем противоречие? Люди умирают от эмоционального... Смотри, люди умирают... Ты не поняла меня. Может быть, я тебе просто неправильно объяснил. Люди умирают от серьезных патологий, связанных с сердцем и с болезнями сердца. Согласна? Вот сейчас подойдем и с Ирой тут обсудим, чтобы она правильно все поняла. Люди могут умирать от сердечных патологий? Могут. Я тебе говорю, что эмоции могут являться фактором, которые запустили этот процесс. Согласна? А где здесь ВСД? Эмоции это не ВСД. У меня у бабушки три инфаркта. И если она испугается или замерничает, есть риск летальности. Согласна? А при чем здесь ВСД? Я тебе говорю, что когда у человека пройдено обследование и нету никакой патологии, то ты можешь прыгать с парашютом, ты можешь летать на самолете. Эмоции провоцируют не ВСД. Ну как ты не поймешь. Это вы назвали ВСД ошибочно. Эмоции провоцируют общую вегетативную реакцию у меня и у моей бабушки. У моей бабушки есть риск умереть от эмоций? ВСД тут вообще ни при чем. Потому что у нее есть болезнь сердца. А у меня болезни сердца нету. И я могу... Подождите. И я могу... Это эти эмоции выдерживать каждый день. Но общая вегетативная реакция есть у всех. У президента, у меня, у врачей, у пилотов, у убойщиков, у кого угодно. Это нормально. Нету понятия ВСД в принципе. Ты это еще не поняла? Это обычная вегетативная реакция на эмоции. Умирают от этого люди, у которых есть конкретная патология. И то не факт, что они от этого умрут. А вот люди, которые называются невротиками, прошедшие обследование, у них патологий нету. Причин для смерти нету. Они по 15 лет со своим ВСД, в кавычках, со своими эмоциями, носятся, как курица с яйцом. Не знают, какой диагноз себе поставить. И не умирают. Хоть бы одна сволочь ноги протянула. Не умирают. Ты подумай. Почему? Как ты думаешь? Нет органической патологии, нет риска смерти. Верно? Потому что они могут хоть опрыгаться с парашютом. Все мои невротики, вот несколько тысяч запихнуть их в самолет и нахер выкинуть с парашютом. Обоссутся все конкретно, но никто не откинется. А вот все кардиологическое отделение с инфарктами, с ишемией, половина приземлятся трупами. Понимаешь разницу? Дневротики обоссутся, а сердечники половина приземлятся трупами. Я не знаю про мышечный спазм, я не вижу сейчас твой скелет. Я не могу это дифференцировать. Вот понятно пример, например, Ир? Ну да, вегетативная реакция это эмоциональное состояние, которое, понимаешь, тело проживает эмоцию вегетативно. Вот я сейчас эмоционально возбужден, я читаю лекцию. У меня вегетативная реакция, скорее всего, там какое-нибудь потоотделение, да? Еще что-то. Если я сейчас испугаюсь чего-нибудь, например, там потолок провалится, у меня выбросится адреналин, у меня резко поднимется давление, мышечный спазм, изменится дыхание, чтобы спастись. Это не ВСД. ВСД это эмоциональное состояние, понимаешь? То, что ты называешь ВСД, это та же самая эмоциональная, то же самое эмоциональное состояние. Просто ты не видишь причину, ты вцепилась в тело. Ты не видишь причину, что есть обстоятельства твоей жизни, например, с твоей мужчиной или с твоей работой, к которым ты эмоционально относишься. И вот здесь начинаются эмоции, которые твое тело заводит, а ты потом это тело начинаешь бояться. Теперь... Ага, спасибо. Давайте дальше. Теперь как формируется агорафобия. Важно это, по-моему, да? Итак, давайте повторим. Ответ первый даем вегетативной реакции. Да, действительно, это так. Я понимаю, что это какие-то эмоции. Я буду их искать, работать над этим. Самое главное, моя вегетативная реакция не опасна. Те примеры и аргументы, которые я вам сегодня привел, это доказывают. И это доказывают любые врачи, абсолютно. И это сотни ваших обследований доказывает. Какие противопоказания? Какая статистика? Дальше. Ну так ВСД это и есть в этом фишка. Это и здорово при ВСД. ВСД не является показателем нездоровья вообще в принципе. Ну не поняла она по-разному тебе. Ну так бывает. И самое главное, вы говорите себе на вегетативную реакцию. Вы не должны этому сопротивляться. Вот здесь сейчас очень важный момент. Итак, да, действительно, это правда. Это эмоциональное состояние. Оно вызвало некую эмоцию и вегетативное напряжение в теле. Это естественно и здорово. Я не должна видеть в этом причину для смерти. Причины для смерти нету. Причин для потери сознания нету. Рассказать вам причины для потери сознания это вообще? У нас люди теряют сознание либо при потере давления, при разграммитизации замкнутой системы кровообращения, при разграммитизации, например, руку оторвало. Второе. Либо при острой болевом синдроме ту же самую руку оторвало, настолько больно, что человек теряет сознание, как защита, да? Либо при резком падении уровня крови, потере крови, либо при потере резком снижении сахара, либо резком снижении давления. Здесь могут быть состояния коллапса. Могут. Но это либо травматическое, либо сотрясение мозга, либо травмы, несовмещенные с жизнью, проломление черепа и так далее. Соответственно, у меня, у моих клиентов, я вам честно скажу, у меня на тысячу клиентов потеря давления, потеря сознания была, наверное, у одного на сотню. Давайте сейчас статистику проведем. Только честно, кто при панических атаках, подождите, стойте, кто при панических атаках или ВСД действительно отключался до состояния, что его поднимали с пола, или он не считается, что как будто не упало. Вот-вот упало, не считается. Кто действительно терял сознание? Вот выключался, его там будили. Вот просто сейчас посмотрите статистику. Кто действительно терял сознание? Не около темнело, а действительно. Вот что его поднимали с пола. Не надо писать про не дошло. Только кто потерял, кто, кого поднимали. Блядь, говорю, не пишите, кого не поднимали. Кого поднимали только пишу. Вот вам статистика. Все это увидели? Еще вам надо какие-то эмпирические данные? Ой, блядь, два человека. Вот вам два из шестидесяти. Берите пропорцию вероятности. Всем понятно? Круто. То же самое. Ходите вопрос. Кто знает, что кто-то умер от невроза? Или от ВСД? Кого хоронили? Кто был на похоронах? И у него в карточке причина смерти ВСД. Ребят, вот вам когда вопрос задают, вы его слышите? Мне просто так вот интересно. Вопрос. Кто знает человека, которого похоронили от ВСД или от невроза? И у него написано, что в причине смерти умер от невроза или от острый и вегетососудистой недостаточности. Еще раз говорю. Кто знает? Какие вы внимательные? Мне так нравится. Никто не знает. Видим пустой экран? О, боже. Видим, что никто не знает. Отлично. Вывод-то какой? Что у твоего отца так было? Ну, потому что я работаю со сложными людьми. Поэтому у них есть вегетативная реакция, потому что они сложные. Я работаю всегда, у меня нету простых клиентов вообще. Что было-то? Напиши еще раз. Я работаю со сложными людьми. Я не раздражаюсь. Я не раздражаюсь. Я вам возвращаю просто, как вы себя ведете. Насколько вы внимательнее. Это я-то не раздражаюсь. А посмотрите, как другие могут к вам отнестись. Так вы же за это зацепитесь. А потом удивитесь, откуда у вас вегетативная реакция. Больное сердце и невротичность повысила давление. Ну так больное сердце это больное сердце. Причем здесь еще что-то. Невротичность не может повышать давление. Давление повышает эмоции. И если твой папа принял решение запереживать или занервничать при больном сердце, к сожалению, это его выбор. Мы не можем в этом винить невроз. И если у человека есть больной желудок, это то же самое, что у тебя язва желудка, и ты пьешь апельсиновый сок и говоришь, что-то мне больно. Ну какой смысл, зачем ты это делаешь? Итак, идем дальше. Еще раз ответ, а дальше к агорофобии. Поехали. Смотрите. Да, действительно, у меня есть вегетативное напряжение. Да, это правда. Я понимаю, что это эмоциональное состояние, которое вызвано тем перечнем эмоций, которые мы написали. Я понимаю, что это безопасно. Я не терял сознание и ни разу не потеряю. Для этого нет предпосылок. Я не умирал и для этого нет предпосылок. Никто от этого с ума не сошел. Ну, можно сейчас опять провести статистику, кто знает, что сошел кто-то с ума. Опять будет пустой экран. Кто знает человека, кто сошел с ума от невроза? Внимательно только вопрос слушаем, окей? Кто знает человека, кто сошел с ума от невроза? Я восьмой год работаю. Я не знаю. Но я знаю пару тысяч людей, кто боится сойти с ума. А теперь, внимание, пишем. И кто знает человека, который боится сойти с ума от невроза? Пожалуйста. О! И я тоже плюсик ставлю. Поняли разницу? Еще что-то вам доказывать математически нужно? Пишем или запоминаем. Невротики боятся предположений. И сами же офигевают от своих иллюзий. Это очень похоже на картину «сама себе придумала, сама испугалась». Знаете такую женскую шутку, да? Вот это про тревожно-фобические неврозы. Вы сами себе придумали. Сами испугались. Потом на основе этого испуга опять придумали. Потом опять испугались. И вот так по кругу. Вы не смотрите фактом в глаза, что обследование, статистика, т, 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 м. Оно вот как-то против. Вы вот любите жить в истории «сама себе придумала, сама испугалась». Итак, окей, дали ответ на вегетативную реакцию. Что самое главное сейчас – не допустить мысли формы. Скажите, пожалуйста, все ли смотрели мы последний ролик с телевизором? Там, где техника телевизор. Многие, да, смотрели? Наверное, есть кто не смотрел. Техника телевизора – это метафора объяснения того, что мы интерпретируем обстоятельства определенным травматическим образом. Это и есть. Я сама себе придумала, сама испугалась. Теперь смотрите. Мы в первой технике все еще находимся. Пишем, чтобы не разогнать панику или паническую атаку в данном случае, Единственное, что мне надо – это соблюсти ряд правил. Первое правило для панической атаки. Не видеть в вегетативном напряжении угрозы для жизни. Объясняя себе почему. Это надо понять головой. Пока вот вы не поймете, вы будете вечно, а вдруг все-таки откинуть. Вот у кого есть такая проблема? Только по-честному, 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 пожалуйста. Вот кто все-таки думает где-то там на задворках головы, а вдруг все-таки… А вдруг все-таки… Вот видите? Хорошо, что немного. Ну так. 10% даже больше, да? Сколько? О, ну, блин, многовато пока. Вот да, вот это и есть ваша проблема. Если вы все еще верите в то, что, возможно, от вегетативной или панической реакции я откинусь… Вот я вам сейчас честно скажу, вот честно. Вот до тех пор, пока эта хрень у вас в голове, возможность сидит, вы в ловушке. Вам надо поверить в то и доказать себе, что это не так. А теперь пишем как. Итак, первое. Это не видеть, а угрозы вегетативной реакции. Второе. Сознательно провоцировать и наполнять себя страхом. Сознательно, конечно, не может сам себя убить. Сознательно провоцировать и наполнять себя страхом, используя следующие техники. Все эти техники были открыты еще в 60-х. Они по-разному называются. Но я не буду вдаваться в детали названия. Я расскажу их логику. Логика очень проста. Мы не можем бояться того, чего хотим. И то, с чем контактируем. Пишем красными буквами или там. Мы не можем бояться того, чего хотим, запятая, с чем часто контактируем, делая вывод о том, что это безопасно. Логика понятна? А теперь слушаем меня внимательно. Если вы избегаете вегетативной реакции, считая ее угрозой, то попали. Если вы избегаете каких-то мест или передвигаться самостоятельно, считая, что там есть вероятность, что с вами что-то случится, и это угроза, вы попали. Кому это знакомо? Кто считает, что есть вероятность, и он этого избегает? Вот они все, нависовались, красавцы. Как Андрей Владимирович говорит, красавцы. Ага, хорошо, спасибо. Вот это и есть наши, ребята, с вами проблема. Пишем или запоминаем. До тех пор, пока я избегаю контакта с вегетативным напряжением или со страхом, или с обстоятельствами, в скобочках ситуации, пока я избегаю этого контакта со страхом. Ребят, то же самое касается мыслей. Кто у нас, сука, с обсессиями, да? Страх смерти, с шизофренией, причинить вред, стать маньяком, убийцей, ножей, бла-бла-бла. Да не очкуй нормально сегодня, не бойся. Смотрел, сколько таких же, как ты. Все в порядке. А вот это туда же. Пишем. Пока я избегаю контакта с вегетативной реакцией, со страхом, с ситуациями, или избегаю своих мыслей, пока я их пытаюсь не допустить, и говорю, так, чтобы, как бы сегодня избежать вегетатики, надо, наверное, взять таблеток, наверное, вот это, кому это знакомо? Как бы избежать паники? Я буду передвигаться очень медленно, аккуратно, подкачивать давление, вечно, и вот он идет. У него одна рука на сердце, другая еще там где-нибудь, он идет, контролирует, чтобы только не началось. Вот это ваша ошибка. Это ошибка. Пишем. Молодцы. Пока я делаю эту херню, я в заложник. проще говоря, пока вы избегаете контакта с вегетативной реакцией, пока вы избегаете контакта с водой, пока вы избегаете контакта с грязной, как вам кажется, посудой, это вот сейчас в терапию КР, да, мы уже уходим, пока вы избегаете контакта с любой фобией, Пока вы избегаете контакта с людьми, пока вы избегаете контакта с паникой и страхом, вы попали. Это всем понятно? Отсюда реверсная техника при работе с тагорофобией, при работе с абсессиями, с навязчивыми мыслями, при работе с ОКР, страхом загрязнения, при работе со всеми фобическими неврозами, раскрываю вам большой терапевтический секрет. Единственная тактическая задача речить тревожно-фобические неврозы – это смотивировать клиента на постоянный контакт со своим страхом. Именно поэтому в нашем научном сообществе, мы занимаемся мотивацией того, чтобы люди контактировали со своими эмоциями, страхами, да потом про кальян, со своими эмоциями, страхами, со своими придумками. Вот это очень важно. Поняли? Теперь пишем план контакта для агорофоба. Или план контакта для невроза, ТИК, простите. План контакта. Ребят, скажите мне, пожалуйста, я хочу быть сегодня максимально для вас полезен. Вам план контакта с чем написать? С вегетативной реакцией план контакта сейчас дадим. С панической атакой, с агорофобией, с навязчивыми мыслями? Что еще? Что еще хотим? Просто много всего. Микробы кому-нибудь интересуют? Кого интересуют микробы? Поднимите руку. Кого интересуют девочки? Девочки. Мужчины, еда, еда, ой, агора, агора, толпа, да, толпа, контакт с гневом. Короче, мысли, агора, еда, страх кого-то убить, мысли, касса магазина. Ммм. Окей. Давайте тогда сделаем так. Итак, пишем план контакта с вегетативной реакцией. Давайте такую таблицу сделаем, чтобы вам было на будущее. План контакта с вегетативной реакцией. Под план контакта мы подразумеваем терапию. Это всем понятно, да? Можно это терапия, а можно это план контакта. Это и есть терапия. Итак, план контакта с ВСД. Это систематическое сталкивание человека с вегетативной реакцией, а не избегание ее с помощью фармакологии. Все это поняли сейчас? Пишем. Поняли или нет? Просто когда я провожу вживую тренинг, там люди это. Да, да, я, да. А я вас не вижу, поэтому мне приходится вас эксплуатировать, чтобы писали. Ага. Круто. Итак, план контакта ВСДшника – это научиться контактировать с вегетативной реакцией. Задача пишем в плане контакта. Ну, я тоже против таблеток, Рим. Есть случаи, где они нужны, но это надо дифференцировать, окей? Итак, план контакта с вегетативной реакцией – это... не увидеть, во-первых, не отрицать наличие вегетатики, а во-вторых, не видеть вегетатики опасности. И ее, пишем, выдерживать, а не избегать, закидываясь колесом. Признайтесь честно, кто не выдерживает и закидывается колесом? Таблетка имею в виду. Ну, кстати, не так много. Бывает, да? Иногда умираю, иногда нет. Прикольно. Мне так нравится, да-да? Ну, я могу, вот я вот 10 лет, я то ли умираю, то ли нет. Вот почти каждый день, почти, вот чуть-чуть не хватило до смерти. Да? Вот я почти сегодня умерла, говорит она. Вот чуть-чуть и вот было бы. Смотрите, окей. Итак, пишем в вегетативном плане контакта. Контактируем с вегетативной реакцией. Не видим в ней угрозы. И главное это, ребята, выдерживаем без допинга. Understand? Это все, что вам надо сделать. Вот честно. Научитесь выдерживать вегетативную реакцию без допинга. И пишем еще один момент. Сделай вывод. Смотри. Проконтактировал с вегетативной реакцией. Выдержал. Нет, стоп. Проконтактировал. Ответил себе, что это безопасно. Выдержал. И сделал вывод, что я не умер и почему. Поняли? Если у кого-то есть мысль о том, что она не выдержит вегетативного какого-то контакта, это и есть ее страх. И, к сожалению, Свет, мы этот страх у клиента никак своими руками, вот я вам честно скажу, психотерапевт не может своими руками заставить вас поверить в то, что вы можете поверить только сами. Секрет. Фобия любая терапевтична только тогда, когда клиент систематически с ней сталкивается и делает вывод. Соответственно, пишем следующее. План контакта с панической атакой. Проблема, знаешь в чем, Тань? Что не преодолевать. Я бы так тебе, Танюш, сказал. Проблема в том, что люди считают угрозой контакт. Поняли все? Люди считают угрозой контакт с вегетатикой. Люди считают угрозой контакт с паникой. Люди считают угрозой контакт с улицей. ОКРщики считают угрозой контакт с микробами. Социофобы считают угрозой социальный контакт. Поняли эту фишку? Вот это оно и есть Но многим нравится Давид, не будем сейчас вот об этом Я сейчас хочу практику вам дать, окей? Многим нравится этот контакт Ой, блин, Давид сбил меня Многие избегают этого контакта Они видят в этом Угрозу Окей? Пишем План контакта с панической атакой Та же самая логика Люди в основном избегают паники Они говорят, только бы не случилось паники Правда же? Потому что паника опасна План контакта следующий Первое Не избегать паники Второе Объяснить себе Эмпирически Математически Что паника безопасна Провести статистику И самое главное Это Не Сопротивляться Этому состоянию Как говорится Если нельзя избежать из насилуя Надо расслабиться И получить удовольствие Вот что-то вроде этого Давайте сейчас ручки отложим в сторону Слушайте внимательно Психика травмируется Слушаем внимательно Я говорю Слушайте, что я стараюсь говорить отчетливо Психика травмируется Не от процесса Психика травмируется От сопротивления процессу Кто понял философскую тезис? Психика травмируется Не от процесса А от сопротивления процессу Угу Услышали меня? Возьмите себе это на всю жизнь Пожалуйста Отсюда сегодня Когда вы сопротивляетесь Процессу Слову мужа Какому-то действу Каким-то словам И каким-то ситуациям В том числе панике Как только вы сопротивляетесь Вы запускаете трение И вот тут психика начинает напрягаться Если ты не Давайте запишем Психика Напрягается не от процесса А от сопротивления процессу Пока ты сопротивляешься Обстоятельствам Или процессу Ты напрягаешься Корреляция математическая Очень простая Чем сильнее напряжение Чем сильнее сопротивление процессу Тем сильнее Вегетативное и психологическое напряжение Еще раз Чем сильнее Мое сопротивление Процессу Тем сильнее Моя вегетативная реакция Во, 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 уже пошел терапевтический процесс. Видно, видно, видно. Молодец, Рим. Вот теперь ты уже понимаешь причину потихонечку. Смотри, как классно получается, да? Ну вот, Рима, пример тебе привела, Илюш, смотри наверх. Видимо, у меня такой характер всему сопротивляться и мужу, и другому. И другому мужу, или другому мужчине. Иногда, кстати, сопротивляться мужчине приятно. Я этого не говорил. Стоп, 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 стоп. Смотрите, пример, да? Про сопротивление. Рима сопротивляется, у нее такой характер. Все это поняли, сейчас она написала. Теперь понятно, что такое Римина ВСД? Римина ВСД это последствия. Продолжите мою фразу. Римина ВСД это последствия сопротивления обстоятельствам. И чем сильнее Римина сопротивление, Элис это называл убеждение, тем сильнее ее вегетативная реакция. Хотите еще более, вам сейчас прогружу голову. А если Рима у меня к вегетативному напряжению прикрепляет сопротивление, у меня не должно быть такое, я не должна быть больной, я не должна быть больной, то ее сопротивление умножается в кубе. Вот и все. Еще раз алгоритм. У нее есть муж или там обстоятельства, которым она сопротивляется в силу характера. Это сопротивление вызывает у нее напряжение. И она говорит, твою ж мать, я напрягаюсь, а этого быть не должно. И она вызывает сопротивление против сопротивления. И это умножается. Вот и вся ее ВСД. И нет тут никакой болезни, и не было никогда. Ну да, да, Жень. Психическое сопротивление. Так не должно быть. Вспомнишь, да, вот это? Это неприемлемо. Если это так, то это значит. Это все вот туда, Жень. Понял? Вспомнил? Нет, Вероника, не просто-просто жить. Вспомни, что я говорил про первый блок алгоритма. Только когнитивно-поведенческий сертифицированный терапевт может научить вас, вот Римму в данном случае, не так сильно сопротивляться. И проще говоря, когнитивно-поведенческая терапия учит нас относиться к обстоятельствам жизни с меньшим самопоражающим коэффициентом сопротивления. Это не значит, что вы будете вот такие, а я не сопротивляюсь, вас там это, нагнули, а мне Крачков сказал, не сопротивляться, иначе будет напряжение. Нет. Этому когнитивная терапия не учит. Когнитивная терапия учит здраво относиться к ситуациям, где вы реагируете здорово, реагируете иногда с озабоченностью, иногда с раздражением, иногда с беспокойством. Но ваш уровень эмоционального проживания, он не вызывает, Римма, да, Свет, таких сильных эмоциональных перегревов, которые вызовут вегетативный приступ. Поняла? Это не значит, что вы будете, знаете, такие, без сопротивления, ходить, да мне пофиг, 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 у меня когнитивная терапия. Да нет, вы будете нормальным, веселым человеком, такой, как я, иногда. От смены места жительства что может быть? Но смотря, как ты к этому относишься, если ты сопротивляешься этому процессу, видишь в этом процессе какую-то проблему, доказательство или сложность, то, конечно, да, что это может вызывать вегетативное напряжение, если ты сопротивление слишком сильное отключаешь. Окей, идем дальше. План работы с панической атакой. Давайте еще раз. Понимаем ее суть безопасности. Не сопротивляемся. Заполняем себя страхом со словами. Пускай сейчас я буду проживать это состояние. Никуда не бежим. Никуда не щемимся. Никаких таблеток не закидываем. Вот просто проживаем это чувство. У меня было, на диске есть такое упражнение, называется 33. Вы 33 раза произносите про себя. Давай еще сильнее, да без проблем. Вот вы стоите, да, вот вам хреново. Да давай без проблем. Давай хоть обоссусь сейчас здесь. Сейчас засу весь вагон метро. Вот сейчас как засу вот отсюда до сюда. Пускай все утонут вообще просто. Вот сейчас заблюю все, что только можно. Вы начинаете отчасти даже юморить. Представляя этот процесс, а ни в коем случае. Нет, только не писать. Так, у меня капля выжилась. Так, как бы капелька не выжилась. Так, капелька, по-моему, пошла, пошла. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот если вы начнете вот так, это формирование страха при психотравме, но это немножко по-другому, окей? Я классный, я в курсе. Спасибо, у меня с самооценкой все хорошо. Не пофигистом, Тань. Не совсем. Смотри. Пофигист это тот человек, которому все равно. Смотри, Элис говорит так. А зачем человеку вообще, в принципе, переживать по тому поводу, что мы не можем изменить? Ну, например, если ты съела что-то некачественное. Где она у меня? Рима. Если ты съела что-то некачественное, представила себе ситуацию, и тебя тошнит, все, ну, прям подкатило. Какой смысл сейчас сопротивляться этому? А если тебя стошнило в вагоне метро, этот процесс уже произошел. Какой смысл сейчас этому солить и обсуждать у себя в голове в этот момент? Ты можешь сказать по нашему методу вот таким образом, как грамотные наши клиенты реагируют. Они говорят, да, действительно, мне неприятно, что меня стошнило, мало приятного в этом. Я сожалею, что мне пришлось сделать так, что это люди увидели. Я разочарован этим. Но я понимаю, что так бывает. И я понимаю, что это не доказывает, что я какая-то больная и плохая. Просто я отравилась, с каждым человеком это бывает, и это ни о чем не говорит. Римочка, видишь разницу между пофигизмом и рациональностью? Вот то, что я сейчас произнес, это элементы рациональности. Пофигизм – это другое. Да я вообще заблюю вас сейчас всех где угодно. Это другой момент. Он по-другому эмоционально окрашен, понимаешь? Верно? Андрей… Не важно. Андрик? Андрик, наверное, да? Я понял. Ага. Эта история должна действительно тренироваться. Поэтому Элис нас учит тому, что когнитивная терапия – это навык. Пишем. Или запомните. Способность не сопротивляться и принимать обстоятельства, например, вегетатику, панику и страх – это навык. Поэтому пишем фундаментальный секрет. Никому его не говорил в прямом эфире. Никогда. Но вы мне себе не нравитесь. И настроение хорошее. Любой навык оттачивается посредством повторения. Если вы избегаете контакта с навыком, хер раз-два у вас что получится. Отсюда вывод. Пока я избегаю навыка контакта с вегетатикой, пока я избегаю навыка контакта с паникой, пока я избегаю навыка контакта со страхом, пока я избегаю навыка контакта одна на улице, пока я избегаю навыка контакта в метро, я попала. И надолго. Понимаете? Вот отсюда пишем дальнейший терапевтический план агорафобии. Терапевтический план агорафобии заключается в очень простой логике. Вы ее знаете. Я уже об этом говорил. Кстати, кому понравится вебинар, можете приобрести 10 вебинаров, которые были до этого. Получите 10 таких лекций за 3 500. В кризис стране. Смотрите. Терапевтические, ну это я серьезно, сейчас не шучу. Спасибо. Они действительно очень хорошие. Если, стоп, вебинары хорошие, вот те, которые продаются, при одном условии. Если вы информацию из вебинаров трансформируете в навык, который вы оттачиваете каждый день. Кто согласен с этим? Пожалуйста. Если вы послушали просто странного парня, которого зовут Леша, это не работает. Мой, какие вы молодцы. Круто. Если вы взяли из моих лекций информацию из вебинаров, высосали из этого и отточили это навыком, вот тогда это работает. Просто на меня посмотреть. Кто-то помастурбирует, кто-то стошнит. По-разному люди ко мне относятся. От мастурбации до тошноты. Это нормально. Но это ничего не даст. Понимаете? Тут надо понимать. Но я бы не сказал, что за копейки, Макс. 3 500 это все-таки не копейки, но если это поделить на обследование, то в Москве 3 500 то кровь одну стоит сдать. Понимаешь, да? Вот просто соотношение. У нас в клинике с 3 500 стоит клинический анализ крови. Соответственно, тут совершенно несравнимые корреляции. Но я знаю, что для многих это большие суммы, поэтому, ну, сори. Они продаются на сайте. Там на главной странице есть и на ВКонтакте, и на сайте главной странице. Итак, не отвлекаемся. Потом порекламирую себя. Итог. Кстати, про рекламу. Я за 8 лет своей работы не потратил ни копейки на рекламу за исключением моих видео-лекций. Вот этим я... Мне, правда, многие меня критикуют на эту тему. Говорят, Леша, тебе надо развиваться, тебе надо это, тебе надо вот это. Я говорю, да у меня народу некуда девать, куда мне? Вот. И еще могу похвастаться, сам себе не похвалишь, не похвалят. Я, честно говоря, за 8 лет работы ни разу не оплатил ни одного бота в интернете. Вот это для меня очень важный показатель. И потому что сейчас я вижу, что вот эта история с ботами, она настолько какая-то странная и смешная. Налайкать себе подписчиков, просмотров, отзывов. Ну, блин, но это очень странно. Нет, они... Ну, люди могут по-разному делать, но это реально ну как-то... не знаю, может быть, это просто я... Понимаете, но я сейчас опять... Вот куда я сейчас впадаю? Я сейчас... Дело не в репутации, а дело в том, что просто мы знаем о том, что это не так. И... Мне было бы стыдно покупать себе подписчиков. Мне было бы стыдно перед моими зрителями. Мне было бы стыдно покупать отзывы. Я даже ни разу... Я два раза попросил написать отзыв своих клиентов. Вот, ребят, здесь есть мои клиенты, мне просто интересно. Вот здесь есть мои клиенты. Я кого-нибудь просил хоть раз отзыв написать о себе, о своей работе, о результатах? Вот никто из них не писал, и я никогда об этом не просил. И мне, ну, странно видеть, когда это вот так вот. Это сразу вызывают какие-то странные ассоциации. И я знаю, вот, врачей из Питера, но никто и никогда не пишет об этом. Это психотерапия. Мы не можем своих клиентов палить. Но, к сожалению, ВКонтакте они палятся сами. Ну, они пишут слова благодарности, тем самым они подставляют свою анкету. А кому приходили ВКонтакте у вас ВСД и ПА, вы стоите в очереди, милости просим к нам. Вот это сейчас некоторые товарищи очень практикуют. Им вот нравится это, потому что вот там задачи другие. Ну, нравится им то, как я живу. Хочется так же. Вот люди практикуются. Ладно, сори, накипело. Погнали. Пишем план работы с агорофобией. Очень простой план. Итак, у нас в таблице что? План контакта с вегетативной реакцией, план контакта с паникой, теперь план контакта с агорофобией. Очень просто. Берете карту, хотите реальную, хотите рисуете. Это техника клиники неврозов Павлова, это социальная перцепция или работа с экспозиционной тренировкой. Рисуете свой дом и просто-напросто рисуете некоторое количество радиусов вокруг вашего дома от малого к большому. В каждом радиусе отмечаете какие-то точки, в которых вам надо побывать. Например, подъезд, дальний подъезд, соседний дом, там, я не знаю, соседний магазин и отметили первые точки ближнего радиуса. И начинаете, это важно, догадайтесь, что делать? К К Т Что делать? Начинаете с этими точками контактировать. Вы начинаете контактировать с этими точками. Пишем от маленькой к большей. Не надо сразу ехать за область. Таких реактивных действий нам не нужно. Просто шажочек за шажочком. Если, ребят, у тебя тяжелая агорафобия, сделай так. Первая точка подъезд. Вторая точка следующий подъезд. Следующий подъезд. Понятно, да, логика? Следующий подъезд. И вот так ты день за днем должен проходить три точки. То есть у тебя в день должно быть три экспозиционных контакта. Сейчас расскажу. Транспорт туда же. У тебя в день должно быть три экспозиционных контакта, которые ты выберешь. Не должно быть дня пропуска. Это могут быть магазины, аптеки, торговые центры, поездка на троллейбусе до этой остановки, до этой остановки, до этой остановки, метро. то есть мы дробим контакт, исходя из вашей инфраструктуры. Задача в этих точках догадались какая? Контактировать с напряжением, контактировать со страхом, объясняя себе, что он безопасен, объясняя себе, что он не опасен. и выдерживать этот момент. Именно от способности к этому экспозиционному раскладу и выдерживанию этих моментов и является главным секретом психотерапии фобий. Да как хочешь, хочешь с утра, хочешь в обед, как тебе удобно. Экстрасистолы не связаны с утром, и после обеда, и после еды. Экстрасистолы это последствия электроэлектрических импульсов, которые связаны с твоим напряжением. Они безопасны. Они закончатся тогда, когда ты перестанешь так сильно об этом напрягаться. Это просто дополнительный удар систола. Систола это сокращение, экстра это сверх. Перевожу. Соответственно сверхсокращение это дополнительный удар сердца, а не замирание. Понятно план вот здесь? Голову давит жизнь, потому что дополнительный удар систолы он вызывает как бы дополнительный выброс крови вслед. Компенсационный, компенсаторный называется. поэтому получается как бы насос у тебя качает кровь так. Вот так вот. Понимаешь, да? Вот так выглядят систолы. То есть у тебя идет дополнительный вкач систольный выброс он называется. Поэтому иногда в этот систольный выброс у тебя давление, потому что вкач идет дополнительный вот так получается. Поэтому ты вот так чувствуешь удар такой сжатие в груди, потому что эта дополнительная систола она выбрасывает сильно кровь из-за компенсаторной паузы перед ней и все. Поэтому давление в этот момент может чуть-чуть повыситься, но это не опасно. Давайте про страхи попозже, окей? Про навязчивости. Сейчас расскажу Иришу. Подожди секундочку, окей? Напомню не попозже, ладно? Пожалуйста. Итак, смотрите, план работы с вегетатикой, план работы с паникой, план работы с агорофобией. Саму логику уяснили? Ну, прим, бывает. Подожди. Логику саму уяснили? Главная идея какая? Подводим итог. Главная идея это научиться не сопротивляться, проживать и контактировать, объясняя себе чего? Выдерживать, супер, молодец. эмпирический диспут и доводы о безопасности. Запомните, пожалуйста, секрет. Об этом Бек говорил Элис очень много. Человек избавится от своей проблемы только тогда, когда докажет самому себе всю нелепость собственных суждений. Запишите это, пожалуйста. Это фраза Аарона Бека и Альберта Элиса. Ну, я их так объединил, логику в одну. Человек избавится от своей проблемы только тогда. Я с ними абсолютно согласен. Все-таки ученик школы Альберта Элиса. Я даже вам могу показать, есть ли они здесь вообще. Один из сертификатов института Элиса. Написано, института Элиса. Унизу видно? Ну вот. Таких у меня два. Похвастался. Итак, я к чему? К тому, что когнитивную терапию должны преподавать люди, которые ну хотя бы сертифицируются и хотя бы с этим связаны. Книжки это прикольно, но это не то. Даже сам Джон Витарито, наш преподаватель, и сам Элис, ну не сам, его приближенные, простите, они говорят, что порой переводят так, что просто трэш. Ошибка перевода, ошибка того, как вы прочитали, в итоге так и потом мы интерпретируем эти книги и в итоге получается только хуже. Мы не записали, да, Катя, спасибо. Человек избавится от своей проблемы только тогда, когда сам себе докажет всю нелепость собственных суждений или выводов. Как вы понимаете, скажите эту фразу. Ну применимо к панической атаке, к вегетативной дисфункции, к агорафобии. Вот смотрите, у нас есть ребята с агорафобией, смотрите, как это применимо. Люди с агорафобией верят, вот запоминайте, пожалуйста, это очень важные слова сейчас будут. Люди с агорафобией верят, что место обуславливает реакцию. Согласны? Вот чаще всего агорафобы верят в то, что место, например, удаленная дистанция от дома или без мамы, или без папы, или оно как-то обуславливает их реакцию, например, пробка. Логически они себе это объясняют в том, что там у них случится и им не поможет. Агорафоб избавится от своих иллюзий только тогда, когда поймет первый философский тезис. Запоминайте, ваши органы Рима, Света, да-да-да-да, Давид, как звали парня, который с ним первый день? Давид или Даниэль? Давид, да, Давид, запоминай, твои органы и системы, твои органы, сосуды, сердце, желудок, кишечник, вегетатика не имеют глаз. Твои органы не видят, где ты находишься. Если ты находишься дома, твое сердце не знает, где ты находишься. И если я тебя резко помещаю на конец города, твое сердце тоже не знает, где ты находишься. Знает только твой мозг. И от того, если ты, вот слушай, внимательно, эмоция есть. Если ты, Джон, интерпретируешь окраину города как угрозу, ну слушай, Давид, внимательно я тебя прошу. Если ты интерпретируешь край города или одна в метро как опасную вероятность, тогда ты испытываешь чувство опасности и страха, которое ты путаешь с чем? С приступом, который почему-то возник на окраине города. Еще раз повторить тезис, или всем понятно? Итак, агорофоб путает что? Иллюзию с какими-то обстоятельствами. То есть, человек интерпретирует передвижение в одиночестве без таблеток. Вот вы идете на улице, я фен забыл, я забыл фен дома и вот его начинает крыть, потому что забытые таблетки дома для него интерпретируются как угроза. И он испытывает страх, и этот страх он начинает ощущать, считая, что этот приступ случился только лишь от факта забытых таблеток в кармане. Понятно? Как работает агорофобия с транспортом, кто-то спрашивал. То же самое. Вы считаете, что транспорт может являться фактором, в которых начинается или провоцируется проблема. Это не так. Вы когда-то в транспорте испытали вегетативное напряжение и когда-то в этом транспорте вы испугались. И вы теперь считаете, что это место может вам опасно быть. И вы начинаете в этом месте уже представлять себе, что может случиться. И вы начинаете этого избегать. Со словами «вдруг я поеду сегодня» и опять. пишем отсюда теоретический план по агорофобии и пойдем дальше. Контактируй с местами, где ты боялся, каждый день по три раза разделив это на дроби и ты справишься с этим достаточно быстро. Все, что касается Олечка про скорую, которая не успеет в пробке, в загород, это твоя иллюзия и аргументация. Олечка, объясни мне, пожалуйста, почему. Потому что у тебя разве есть обследование, где ты больная? Оль, у меня две бабушки с тремя инфарктами. Они все лето проводят на даче, куда скорая не доберется никогда, поверь мне. и у меня есть тысяча пациентов, которые ссут поехать на шашлыки, потому что скорая не доберется. Понимаешь разницу? Ты вот этой мыслеформой Оль, слушай меня сейчас внимательно. Ты мыслеформой о том, что скорая не доберется, создаешь себе какую эмоцию, скажи мне? Оль, ты создаешь себе Олечка страх от той мыслеформы. Скажи мне пожалуйста, у тебя есть какая-то болезнь, в которой ты можешь нуждаться в скорой экстренно? Тогда объясни мне логику, зачем тебе скорая? Логики нет. Тебе нужна скорая, потому что ты считала, что вегетативное или паническое состояние это угроза. Согласна? А если ты перестанешь сидеть видеть в этом угрозу и увидишь, что у тебя на самом деле угрозы нету, то ты перестанешь испытывать мыслеформу о том, что скорая может не приехать. Вот собственно на этом и будет вся терапевтическая с тобой задача в этом плане, да? Что ты должна понять, что мне скорая не необходимо. Если вдруг в жизни так случится, что мне или кому-либо из членов семьи потребуется скорая, но может так случиться. Вот и все. Будем уже по ситуации. логика Адриана Ариадна, господи, да, господи, ну какие же вы все, скорая, не факт, что спасет, да вы что, прикалывает, а что вас спасать? Вот, что ты хрень какую-то пишешь? Вот вы такую же хрень в интернете пишете. Что за маразм? Отчего тебя спасет скорая? Оттого, что у тебя с мужем не все в порядке, скорая не спасет. Оттого, что парень у меня боится контактировать с девочками, от этого скорая не спасет. Логика не отключается. Отключается логика лишь потому, что, давайте я вам объясню, почему логика отключается. Логика отключается, вот у многих, кстати, правильный вопрос, спасибо тебе большое. Кто это написал? Леш, спасибо, смотри, многие говорят, Красиков, мы посмотрели твои лекции, мы посмотрели это и это, у меня вот такое ораво таких упражнений, но у меня есть проблема, когда возникает ситуация, я перестаю думать. У меня вот, и я как-то на автопилоте, у меня это все вылетает из головы, только потом, я вспоминаю. Вот здесь очень простая штука, тут надо научиться самообладанию, это развивается, кто-то правильно сказал, что это навык, это навык, выдерживать дискомфорт, это навык, девочка, которая хочет похудеть и не кушает на ночь, это навык, выдерживать дискомфорт, это навык, навык, вы должны уметь оттачивать навык, выдерживать страх, выдерживать напряжение, выдерживать самостоятельную тренировку и так далее. Девочка не сможет сделать себе красивую попу, не оттачивая навык ходить на тренировке, не оттачивая навык выдерживать правильное питание, это все отточка навыков. психотерапия это тоже отточка навыков. Фрезеровщик это тоже отточка навыков. Парикмахер и мастер маникюра это тоже отточка навыков. Мы не сможем с вами, у вас есть навык бояться, навык считать угрозой какие-то обстоятельства. Вы не сможете отточить этот навык без повторения. ты не губка впитываешь, ты ищешь Оль рациональные оправдания тому, что с тобой может что-то случиться, потому что ты в это веришь. А ты не знаешь, что случилось с кем-то в аптеке, а в телеке, что в телеке с кем-то случилось, а ты не знаешь, что там было. Олечка, грамотный человек скажет примерно так, слушай меня внимательно, я увидела, что с кем-то что-то случилось или об этом прочитала. Так? Так. Разве я знаю его медицинскую карту? Разве я знаю обследование? Разве я знаю правдивость информации, даже если написано, что он был здоров? У меня, знаете, сколько было ситуаций, когда говорили, у меня умер дедушка, и он был здоров? это эмоции родственников или друзей. Умер друг в полном расцвете сил. У кого были такие истории, да? 30 там, 40 там лет умер, неизвестно от чего, здоровый, говорит, был. Владимир, царств небесный, Турчинский, говорит, здоровый, был. Так никто не знает результата вскрытия, что нет, не здоровый. И когда мы интерпретируем, что типа умер здоровый, на самом деле патанатом смотрит на вас, говорит, вы его сердце видели? Поэтому, пройдя кардиообследование, вы можете здраво включить голову и понять, что здоровые люди не умирают. Поэтому невротики живут дольше. Могу включить, кстати, уже, к сожалению, умершего, но он уже очень взрослый, взрослый был, старенький, Бориса Дмитриевича Корвасарского. Если хотите, почтим его память. Это бывший главный психотерапевт страны, который на одном из конференций проводил, представлял вам, представлял исследование, которое было проведено в институте имени Бехтерева. И в этом исследовании доказано, что ни один человек, который имел бронхиальный, который имел невроз, сердца, дыхания, сосудов, не умер и не заболел этим. Включите этот фрагмент, он 3 минуты идет, аудио, или мне поверите на слово, что было проведено исследование. Слушали, да? Отлично. Спасибо. Было проведено исследование о том, что через 25 лет внимание, обратились к больным, которые страдали теми функциональными неврозами, как вы, которые верили, что их не спасут, которые верили, что им опасно. И через 25 лет выяснилось, что они не заболели теми болезнями, о которых они переживали. Я не помню, в каком году. Вот этот важный очень момент. Понятно? Окей, идем дальше. Итак, упражнения и самый главный тезис вегетососудистой панической и агорофобии понятен? Не сопротивляться, правильно интерпретировать, нет, не переходит. Это вообще, ну, Сереж, ты спрашиваешь примерно так, о моей эмоциональной реакции. Хотя, подожди, стой. Здесь кое-что надо разобрать. Давайте разберем понятие, вот хорошо, что Сережа сейчас тут акцентировал момент. Давайте поговорим о такой вещи, как гипертония и остеохондроз. Хотите? Частое заблуждение в интернет-пространстве, что есть понятие, как остеохондроз, и есть понятие, как гипертония, да? Давайте? Окей. Смотрите, начнем с остеохондроза. Частая история. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто читал или кто вообще слышал о неких сочетанных историях, что есть ВСД и остеохондроз, и они как-то могут контактировать? Видели такую информацию? Отлично. Спасибо. Теперь скажите мне, пожалуйста, кто читал или видел информацию о том, только честно, что остеохондроз, подожди, 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 кто читал или знает, или слышал о том, что остеохондроз является причиной вегетососудистой дистонии? Или наоборот, что вегетососудистая дистония причина остеохондроза? Есть такие люди, их немного. Может быть, какие-то еще версии вы выскажите, как связано ВСД и остеохондроз? Как вы это понимаете, я вам объясню, как это вот есть. Давайте вы сейчас напишите, ребята, пойду чай-чай поставлю, быстро, а то мне горло болит, ладно? Вы пока напишите, пожалуйста, как вам кажется связанного ВСД и остеохондроз? Спасибо. Спасибо. Сделаем паузу. 2-3 минутки можно пройтись освежиться. Сейчас я чай налью, а то тяжело. У меня же группа была в 12 часов, представляете, я уже пятый час сижу. Спасибо. субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. Ребят, ну вы как обычно, короче, какой-то форму строили. Просто мысли я посел написать каждого. Прикольно. Короче, я ничего не понял. Не могу ваше вот это писание не найти ничего. Еще раз, давайте конкретно. кто как считает как связано ВСД и Остеханглос сосуды что говорил Андрей Владимирович что конкретно он говорил так о вот Стаси уже близка к истине ну кружится голова да, если сосуды прижимают, логично я сейчас объясню связь но ты не говоришь ничего конкретного он говорил о связи ну я сейчас тоже буду говорить о связи но это же не говорит, что одно вытекает из другого сосуды зажаты а отсюда недостаток питания мозга Танечка, совершенно верно, согласен а при чем здесь ВСД это называется коронарная недостаточность или децебральная, точнее, недостаточность гипоксия головного мозга это может называться вот пока я только вижу, что одна Стася понимает всю логику Стася, ты не врач? Стася, ты не врач? откуда ты это знаешь? плавали что ты имеешь ввиду плавали? ты плаванием занималась? что до меня? можешь нормально объяснить? не понимаю, где ты плавала? что делала? до меня плавала словами ну, объясни нормально откуда ты это знаешь? ты плавала ну, я понял а знаешь ты это откуда? а, от меня ты это узнала? все, я понял, ладно все, супер плавала где-то она иди плаванием занималась окей, спасибо поехали значит, смотрите действительно есть большая большая путаница есть такой раздел медицины который называется неврология это раздел медицины медицина, которая занимается и позвоночником и сосудами и головным мозгом и всевозможными радиациями болями иннервацией проводимостью и так далее и здесь надо понимать что остеохондроз во-первых, давайте начнем с определения что такое остеохондроз во-первых, давайте так аудитория почти там 60 человек кто мне может дать определение остеохондроза? вот просто самое интересное что вот вы в форуме очень часто это обсуждаете а кто может сказать что такое остеохондроз? ну это уж понятно просто все такие знатоки остеохондроза и ВСД а что такое остеохондроз? ну отложение соли прикольно и чё? дальше что? проблема с сосудами интересно защемление все перебрали короче нервно-сункуляторная инфалопатия тоже ВСД это утверждение, Сереж? или это вопрос? нет, это разные вещи короче, я понял слушаем внимательно есть остеохондроз это дегенеративное изменение в хрящевой ткани межпозвоночных дисков дегенеративность заключается в том что они при нарушении обмена веществ или при определенном образе жизни гиподинамическом образе жизни понятно, что как гиподинамия отсутствие двигательной активности допустим, вот так как я я сижу пятый час в кресле это гиподинамия у меня позвонки достаточно компрессированы и это если каждый день и долго и без спорта без их подвижности без их растягивания верно вот если мы видим дегенеративные изменения в хрящевой ткани могут происходить следующие проблемы есть такая к сожалению анатомическая особенность позвонков шейного отдела что внутри этих позвонков вот они вот так выглядят проходят каналы и как вам кажется что в этих каналах проходит там проходят нервы и висцебральные артерии жидкость охлаждающая жидкость тази там проходит да там проходят артерии грыжи и нервные корешки окончания от отростков идут отростки от этих самых кончиков дисков соответственно но когда у нас идет дегенеративные изменения хрящевой ткани сосуды межпозвоночные диски начинают смещаться или начинают компрессировать как нервные корешки так и сосуды головы и шеи это те самые висцебральные артерии от компрессии нервных корешков и от компрессии висцебральных артерий могут возникать различные неврологические симптомы и синдромы одним из таких симптомов является межреберная невралгия это ощущение болевой радиации в левое межреберье это ощущение когда сюда колет как будто пронзает давит сжимает или локализовано в различных отделах межреберья поскольку ребра у нас идут вот так и многим невротикам может показаться что это сердце потому что как им кажется сердце вот тут находится они не в курсе что сердце находится за грудиной чуть смещенное влево вот тут находится сердце а вот тут находится мой сосок им бы что-то кажется что вот так оно находится они путают что это сердечный приступ заколола потянула и так далее на самом деле от дегенеративных изменений в шейном или грудном отделе могут происходить и радиации и радиация это неврологический термин где мы понимаем что защемление корешка произошло в отделе позвоночника но поскольку аксон или вот эта дуга нервная она нервный импульс или вот эта дуга она может быть очень длинной то конец импульса может быть в пальцах конечностях межребер голова ноги и так далее например защемленный нерв в копчике может радировать около органов защемленный нерв в поясничном отделе может радировать абсолютно в брюшиную полость так вот слушаем внимательно большинство это первое что может происходить при остеохондрозе это различные болевые и радиации левое межреберье органы этих ноги руки голова это различные болевые синдромы вторая проблема самая главная при остеохондрозе это нарушение кровотока головного мозга когда висцебральные артерии пережимаются смещенным диском или еще какими-то органическими вниманием особенностями до той степени когда головному мозгу становится мало кислорода и глюкозы вот если ему становится мало кислорода и глюкозы от компрессии вот тут начинаются другие синдромы такие как головокружение чувство нереальности такие как ощущение мутности мошки слабости вялости потери сознания заторможенности в тумане и так далее это не ВСД это обычные типа дерева да верно это и которые опять же Кать многие путают с той самой дереализацией но плюс-то люди не в курсе они не знают что дереализация они путают синдром остеохондроза и нарушение кровотока с дереалом и в интернете всех уверяющих дереал я говорю ты сосуды делай ой правда я не знала так вот действительно и здесь нет никаких ВСД и эти симптомы никак не связаны не с ВСД это обычные симптомы недостаточности кровооснабжения головного мозга понятно а теперь как связано остеохондроз и ВСД запоминайте как связано проверить очень просто вы делаете ультразвук шеи или магнитно-резонансную томографию шейного или головы и вы смотрите свое состояние висцебральных артерий они скорее всего будут пережаты на сколько это там процентов но опытный невролог вам скажет что да компрессия есть но она не нарушает так сильно кровоток чтобы были у вас симптомы внимание ну вот соответственно кто делал сканирование сосудов шеи или магнитно-резонансной томографии и врач сказал что да сосуды пережаты но это не может вызывать их ваших жалоб вот 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 в большинстве случаев так и есть что да сосуды могут быть так или иначе в норме быть пережаты но это может не вызывать объясню почему потому что есть некие нормы где пережатая висцебральная артерия никак симптоматично не отражается на питании мозга понятно а есть уровень компрессии когда отражается понятно соответственно если компрессия сильная то кислорода будет гипоксия будет кислород будет создаваться синдром гипоксии головного мозга вот вам дериал бла-бла-бла-бла-бла если есть внимание гипоксия головного мозга и если есть симптомы медицински подтвержденные Что мы делаем? Нету терапии остеохондроза. Главное средство для остеохондроза это профилактика. Поэтому если у вас нету пережатых висцебральных артерий, главное средство терапии это профилактика. Это массаж и спорт. Любая движуха, хочешь волейбол, хочешь бомбинтон, главное, чтобы оно двигалось. Понятно, да? Чтобы оно все там работало. Плавание туда же, конечно. Если есть уже проблема, мы применяем следующее. В медицине есть два момента. Либо это массаж, иглотерапия, рефлексотерапия, массаж и спорт. Часто помогает. Восстановить кровоснабжение. Вот мне, например, помогает. Я вот если долго спортом не занимаюсь, у меня напряжение нарастает, и я хуже думаю, хуже помню. Как только я начинаю возвращаться в спортзал, позвонки разрабатываются, я могу ходить 5-6 сеансов на массаж, хороший, шейного, грудного отдела. Все. Работает великолепно. Вот это очень важный момент. Теперь есть второй момент, когда сильнейшие дегенеративные изменения, там уже хирургическая операция, там вставляют имплант. То есть там этот позвоночный диск, его заменяют имплантированным, чтобы он не давил на артерию. Теперь, внимание, как связано ВСД и остеохондроз. Кто догадается? Есть два момента связи. Есть два момента связи. Давайте не будем терять времени. Итак, пишем. Это не надо писать, запоминайте просто. Связано двумя моментами. Ой, кто-то успел правильно написать. Невротики от незнания, как мы уже поняли, этих симптомов додумывают себе, что это, наверное, смерть, инсульт и идут куда? В интернет. А в интернете таких пассажиров тьма тьмущая. И вот так и создается иллюзия. Вот это очень важный момент. И потом, еще кое-какая важная связь. Кто догадается? Есть очень важная связь компрессии сосудов головного мозга в шейном отделе и невроза. Подумайте. Подсказка. Что происходит с телом в момент стресса? Когда человек постоянно в испуге или в напряжении. Вот. Когда человек постоянно находится в стрессах, в напряжении, он постоянно пытается спрятаться. У него начинают напрягаться мышцы. Если этот процесс становится хронифицированным, то мышечный корсет или панцирь, как говорил Райх Вильгейм, образуется мышечный панцирь. И один из мышечных блоков или мышечных панцирей образуется именно вот здесь. И вот тогда начинают компрессировать не только сосуды, но и нервы в шейном отделе. И вот тут начинаются все ваши мигрени, головные боли, нереальности и жуткие неприятные ощущения. Во-во-во. Потому что затяжное невротическое состояние приводит к панцирю или к зажимам, спазму. Читайте Вильгейма Райха. Основоположника телесно-ориентированной психотерапии. Вильгейм Райх. Выход массажа спорт. Абсолютно, я считаю, рациональным. Андрик, мне он помогает вот так. Хороший, качественный массаж шеи, грудного и шейного отдела и спорт на 80% восстанавливает кровоток. Ультразвук. Вот это на себе проверил, на своих клиентах. Хорошего найти массажиста. Сделай сначала ультразвук шеи, чтобы посмотреть все ли там, можно ли массировать, да. Если массировать можно, все в порядке, не буду рекомендовать никого. Вот. Тут надо просто это понимать. Делаешь снимок, понимаешь, что все гуд. Саргак, баня, я помню, я приеду как-нибудь в Казахстан, сходим в баню тоже. Конечно, сауна, массаж, все это должно быть в комплексе. Итак, вот этот спазм и создает то самое напряжение. Еще одна связь в Казахстан, которые кажутся ненатуральными. Ну, например, вы смотрите на траву, она как будто нарисованная, как будто дома пластиковые, как будто они нарисованы, картонные. Не реалистичная картина, она не насыщена, она как в комиксе. А вот симптомы нарушения кровообращения головного мозга это пелена, заторможенность, отрешенность, торможение, слабость, вялость, затрудненное движение глазами, боль в глазных яблоках и так далее. Мушки, мураши, пятна. Все это симптомы именно какой дереал надо перетерпеть, о чем ты говоришь? Именно нарушение питания головного мозга. Мы про дереализацию вообще здесь не говорим. Дереализация это вообще другая история. суть которой будет очень сложная сейчас понять. Мы сейчас исправляем ошибки. Понятно, как могут путить симптомы остеохондроза ВСД и невроза в целом? Понятна концепция? Вы будете сравнивать теперь ВСД и остеохондроз? И если вас спросят, как связаны ВСД и остеохондроз? Никак. Никак. Если есть нарушение кровотока, то это неврологическая проблема. Лечится она у неврологов. Если нарушения кровотока нету, то есть просто эмоциональное состояние. Но пишут потому, что это поисковый запрос. Многие запрашивают сюжет. Итак, идем дальше. Хочется сейчас, чтобы ваша конкретно группа получила дальше удовлетворение. Итак, смотрите, мы пошли с первого, самого простого. Итак, что такое ВСД? Обсудили. Работа с вегетатикой, с паникой, с агорофобией. Сейчас дополнительные вопросы по остеохондрозу. Что там у нас еще было дальше? Кроме остеохондроза. А, гипертония. Гипертония. Важный момент тоже. Запомните, если у вас идет фиксация повышенного артериального давления во время выезда скорой помощи, например, на паническую атаку, и вам померили давление 190 на 110, это гипертония? Врачи есть здесь вообще? А как это называется? Нет, нет, не Крис. Это называется феномен. Феномен повышенной артериальной гипертензии. Угу. Почему феномен? Блин, я как в институте. Почему феномен? В чем разница между феноменом и синдромом? Феномен Феномен университет феномен 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 То есть здоровый организм, запоминайте, работает так. Давление поднялось, выровнялось. Поднялось, выровнялось. Только поднялось и выровнялось, но от чего? От нагрузок. Либо эмоциональных, либо от физических. Вот это сейчас всем понятно? И через 5 минут у Андрика давление опустилось до 120. И это здоровый космонавт. А многие люди, мои клиенты и в интернете делают вывод о том, что у них во время страха за собственное здоровье они померили давление и увидели цифры 160-180. И вот тут у них началась история про гипертонию, как им кажется. Андрику сказали, вали отсюда симулянт. Слышали? А давление у него было 220. Вы вообще прикалываетесь? Андрик, в какой стране ты делал такое обследование? Это очень, по-моему, хорошие врачи были у тебя. Потому что они действительно показали тебе давление 220 в Москву. Ой, слушай, круто. Горд. Я думал, что это Европа какая-нибудь. Слушай, ну здорово. Умеют же. Вот. Поэтому, смотри, смотрим. Вот, чтобы сказать о гипертонии, нужно, чтобы она была диагностирована в покое системно. Когда человек не нервничает, когда он не занимается активным видом деятельности, оно у него повышенное 140. Ну, оно у него все время 130-140. Вот это уже стадия гипертонии. Оно у него такое системное. Он гипертоник. У него нормальное рабочее давление 130-140. Есть гипотоники, у которых нормальное системное давление 100-110, порой 90. Конечно, не очень. Потому что ты этого не знала. Работа психотерапевта – это объяснить на первых этапах. Конечно, часть проблемы, Рид. Поэтому мы и работаем. Давайте потом, ребят, ладно? Итак, идем дальше. Что будем дальше обсуждать? Что хочет группа? Давайте только я вас попрошу сейчас уйти от симптомов и перейти к части людей, которые это уже знают. ОКР? Давайте затронем практику ОКР. В Турции сказали, Варя, парень, у тебя паник-атак. Ну. В Турции, кстати, хорошая медицина. Они паник-атак очень быстро ставят и диагностируют, как это, ясновидящие, в отличие от российских врачей. Покажут. Гипоталаму, да. С терилизацией давайте не сейчас, это вас запутает. Там очень сложно. Надо дифференцировать, терилизация это или нет, не галлюцинация ли, если это действительно терилизация. Сейчас будет сложно. Я жму-жму на граммофор. Блин. Кто о чем? Итак, что будем обсуждать дальше? Давайте ОКР. Поехали. Итак, что вам надо знать из нашей концепции сегодня по ОКР? По ОКР вам надо знать следующее. Часто нам в голову приходят мысли о смерти, мысли о убийстве кого-то. Вот сейчас пишет тот, плюсик ставит тот, кому это присутствие. Вдруг я сойду с ума, потеряю над собой контроль, убью родственников или еще чего-нибудь, сделаю неконтролируемый поступок, кого-нибудь сделаю плохо, больно и так далее. Заболею спидом, стану геем, лесбиянкой. Заболею какой-нибудь болезнью, стану инвалидом. Кому это близко? Сойду с ума, да. Ну, внезапная смерть в ту структуру. Вот немало людей с инвалидом плюс. Да, отлично, это все туда. Это и есть навязчивые мысли. Все, работаем по этой теме, стану лесбиянкой. Ну, что ты смеешься? Но кто-то этого боится. Я вот с радостью бы стал лесбиянкой. Ну, сейчас в хорошем смысле. Я лесбиян, закоренелый. Я признаюсь, я не гей. Я очень люблю женщин. Итак, окей, посмотрите. Вообще, если вы будете после этого вебинара приобретать блок из 10 вебинаров или блок с DVD, у вас все это будет. Там есть отдельная лекция по ОКР, там есть отдельная лекция по симптомам, там есть отдельная лекция по депрессии, там есть отдельная лекция по внутренним конфликтам. Там очень много материала. Поэтому кому понравилась моя работа и кто хочет дальше посмотреть еще 10 таких встреч, как у нас сегодня, пожалуйста, милости просим, оплачивайте. Пришлют вам сразу 10 вебинаров в почту. Не диском, а ссылками. То есть вы их сразу получите, смотрите в интернете, смотрите. Итак, по поводу ОКР. ОКР быстренько, ладно, чтобы это самое. ОКР делится на две категории. На навязчивые мысли, навязчивые страхи. Окей? Спасибо за отзыв. Спасибо. Я вижу, да. Итак, ОКР делится на две категории. На навязчивые мысли и навязчивые ритуалы или действия. Мы сейчас будем говорить про мысли. Я вам сейчас сразу не в бровь, а в глаз. Хотите? Вот все, что вы перечислили. Страх сойти с ума, шизофрении, геи, лесбиянки, загрязнение, болезни, инвалидизация. Запоминайте. Все. Это страх быть плохим. За всеми, за этими фантазиями пишем. Навязчивые мысли. Давайте это запишем, чтобы у вас осталось. Навязчивые мысли. Это страх подвести кого-то. Либо родителей, либо свои ожидания. От самого себя. Навязчивые мысли. Это страх подвести кого-то. Да я знаю. Вы думаете, я тут просто так сижу? Как из книжки перечитываю. Я книг не читал, блин, со школы, наверное. Хм. Вру Курпатова читал. В восьмом году. И все. Нет, не переходит, Евгений. Невроз, психоз. Не переходит. Психиатр тебя напугал. Итак, смотрите. Если бы переходил невроз психоза, то у меня бы и у моих коллег бы давно бы хоть кто-нибудь бы сошел с ума. Есть две структуры. Либо психоз, либо невроз. Не может он перейти. Это либо некачественный психиатр, либо он на тобой поприкалывался просто. Либо это была терапевтическая идея, что ты испугалась чего-то. Итак, слушаем дальше. Смотрите. Страхи подобные формируются только тогда, когда у нас есть... Простите, навязчивости такие формируются только тогда, когда у нас есть главный страх быть плохим. Это очень важно. По словам плохим мы используем, пишем, подвести ожидания родственников или свои ожидания. Например. Запоминайте. И пишем плюсик. Кому это попадает? Ну, например, вы говорите. Чтобы доказать маме и папе, брату, сестре и себе, что я хороший и меня можно любить, то я должен это, 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 Мазерати, дом, бабло, квартира, должность, бизнес. Вот тогда типа я молодец. А теперь смотрите, что происходит в вашей психике. Когда вам в голову приходит идея, а вдруг я завтра умру? Или, а вдруг я завтра заболею неизлечимой болезнью? А вдруг я сойду с ума? Пишем, что происходит тогда с этими ожиданиями, с этим планом? Вот у вас такой невротический план. Чтобы меня любили и уважали, я должен. А мысль о том, что я завтра сойду с ума, что происходит в голове? Верно, умница. План рушится. И вот тут возникает дикий страх. И все ваши навязчивые мысли – это косвенный страх не реализовать этот план, который для вас сверхважный. Вот и вся глубинная структура. И терапия здесь заключается не столько в упражнениях, что ты должен не бояться этих мыслей и принимать их. С этого мы начинаем, да? Что мысль нематериальна. Вот этот фильм «Секрет» – это вообще… Сейчас отдельная песня будет, да? Первое – мы должны понять, что мысли нематериальны. Сереж, да успокойся ты. Ну что, тут лекция по психиатрии хочешь сейчас? Время 20 минут осталось. Итак, первое – не сбивайте меня, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Боязнь не успеть, да, Оль? Это туда, верно? Я должна успеть стать хорошей дочей. Слышишь меня, да, Оль? Я должна… Я должен успеть стать хорошим сыном. Я должен успеть доказать. Я должна успеть себе доказать. Я должен успеть отцу доказать. И мысли о том, что если я завтра сойду с ума, это же получается… Они скажут, что я лошара. Это же получается, я не успею. Страх смерти туда же, да, Жень, туда же. Это же получается, я не реализуюсь. И вот тут начинается страх. Проблема в том, что вот эту концепцию, которую я сейчас вам преподнес, ваш мозг ее не осознавал. И вы испытывали только навязчивые мысли и страх. Вы не понимали логику. Теперь понятно, почему такая хрень происходит? У вас вот этот момент со страхом не успеть, с этим планом, он был изолирован в голове. Вы его не видели. И вы видели только начало и конец. Мысль, страх. А вдруг я сойду, а что она лезет, а что она лезет? Вы говорите, блять, мысль лезет, мысль лезет, мысль лезет. Про сумасшествие, про спид, про болезнь, про инвалидизацию. А как я тут сойду с ума, а тут я как, а тут я тут, а тут я как. Потому что вы не видели основную структуру. Я боюсь не успеть. Я боюсь не успеть. И вот тут является важный момент, что, Жень, и вот тут является важный момент, какого невротического фига для тебя так страшно не успеть реализовать этот план. И вот тут мы работаем с нашими клиентами именно в этой структуре. Почему именно для тебя, Оля, так важно успеть этот план реализовать? Для кого? А что будет, если ты не успеешь? И вот тут и есть вся психотерапия. Этапы следующие. Первый этап психотерапии УКР – это работа с навязчивостями, где мы используем тоже упражнения. Либо поведенческие, либо когнитивные. Соответственно, а здесь надо понимать. Ну да. Тут надо понимать одну простую штуку. Что тут логика точно такая же, как у вас в первой части лекции. Это какая логика? Это логика про то, что я не должна сопротивляться этим мыслям. И самое главное, записывайте. Или не надо записывать, запоминайте. Мысли нематериальны. Я могу думать о чем угодно, представлять в голове любой калейдоскоп действий. Это не материализуется. Фильм «Секрет» имеет свою положительную мотивационную компоненту. Но, к сожалению, в большинстве случаев он поднял лишь продажи прозыка. Потому что люди стали верить в то, что их мысли могут материализоваться. Вот этот момент очень важен. И когда ко мне приходит человек с ОКР и говорит, мои мысли материализуются, я вот в фильме «Секрет» это увидел, значит, оно сейчас случится. И мне приходится очень непросто, чтобы его в этом убедить. Это очень непросто. Давид, я уже об этом рассказывал сегодня. У меня были панические атаки почти год. Я устал об этом говорить. Ты внимательней будь просто. Внимательней будь, да? Хорошо? Вот. Если тебе хочется об этом поговорить, послушай видеоисповедь. Там три часа об этом. На сайте в биографии там есть видеоисповедь. Там три часа я рассказываю о том и так далее. Не, подождите, ребят. Стоп. Не избивайте меня. Итак, мы говорим о том, что история с навязчивыми мыслями. Первое. Это то, что они не материализуются. Это первый рациональный ответ, который мы должны дать. Второе. Очень важная практическая поведенческая основа. Люди думают, что если они о чем-то не подумают или что-то не сделают, то что-то произойдет. И вот здесь мы используем разные тактики парадоксального подхода для того, чтобы фактически спровоцировать человека либо думать больше, либо не думать, либо вообще сделать тот ритуал, который он хочет, усиленно, либо не сделать, и увидит, что ничего от этого не изменится в его жизни. И вот пока он таким парадоксальным, контактным, опять же, помните это слово, как называется вначале у нас? Контактным путем. Какое я там слово использовал вначале? Напомните мне, пожалуйста. Ну, практика не контактная, а взаимодействие, да? Вот этим взаимодействием, пока человек не научится взаимодействовать со своими ритуалами и мыслями, мы не сможем. Как выбрать такой метод? Этот метод выбирает когнитивно-погенический психотерапевт. Самой этот метод выбрать нельзя. Кому-то надо усиливать провокационные действия, кому-то надо парадоксально юморить и не делать. Это индивидуально, потому что есть ритуалы, которые можно очень хорошо убрать со словами «не сделай» и увидеть, что ничего не случилось, выдержи напряжение, а кому-то приходится мазаться пеной. Вот ваш покорный слуга, который занимается терапией ОКР, мы, как правило, я вот, у меня был последний клиент ОКР, у него был навязчивый страх, загрязнение. И мы с ним фактически загрязнялись. То есть мы с ним трогали грязные предметы, мы этими грязными руками трогали лицо, мы пены мазали лицо, мы ферри мазали лицо. То есть что мы только не делали. Это зависит от индивидуальных особенностей, Жень, и от работы самого терапевта, от его опыта, профессионализма и так далее. Ножи туда же. Мы ножи привозили на работу, раскладывали эти ножи, крутили эти ножи в руках. И так далее. Но все это должно быть сделано в сертифицированном человеке. Чтобы это не было, что петь из интернета тебе сейчас скажет, что это сделать. Все-таки это вещи связаны с поведением. И тут надо быть ответственным очень. Клиенты, ну они тревожатся, потом выдерживают. Мой клиент взял, допустим, ферри. И для него это вообще был кошмар. Я взял ферри, говорю, ну смотри, вот я выдавил ферри, намазал себе лицо. Я говорю, повторяй. Он говорит, нет. Я говорю, давай. И вот мы намазались ферри. Я говорю, ну сидим, пьем чай дальше. Я говорю, ну что происходит? Давай наблюдать. Вот это наблюдение и этот контакт является самой терапией. Два-три раза, и он понимает, что уже не так все это ужасно. Мы мазались ферри, мы мазались, я не знаю, пеной какой-нибудь там, трогали грязный пол с другими клиентами, прыгали, не прыгали. Все зависит исключительно от его особенностей. Жень, это надо чувствовать, это сложно тебе объяснить. Понимаешь, кому-то надо вот так, кому-то так. С кем-то я жесткий, с кем-то я помягче, с кем-то я поддерживающий, с кем-то я очень наставнический тренер. Я очень гибок в этом плане. Я стараюсь каждому человеку подходить очень... Ну... Я могу кого-то до такой степени докрутить, вот тогда его прорвет. У меня есть парень, Андрюш, а ты есть сейчас здесь? Из группы. Андрей, нет у тебя, наверное, да? А есть ребята, кто из его группы, вот Андрюха вчера был. А вот он, это ты, что ли? Андрик, красавец. На последнем занятии расскажи, что было, если это ты. За что ты мне благодарен? Помнишь, что я рассказывал? Ну вот, Андрюха говорит примерно коротко. Я на него наехал, он все понял. Человек, какое-то время, до него некоторые вещи не доходили. До тех пор, пока я не понял, что его надо докрутить достаточно жестко. Классический психотерапевт его не сможет жестко докрутить, потому что терапевт испугается. И я каким-то странным образом порой нахожу рычаги давления на людей, которые встретились, красавцы, на Эльбе встречи, которые работают. Поэтому, Свет, Жень, точнее, очень индивидуально. Нельзя в институте научить, как быть терапевтом. Нельзя в институте это объяснить. Это очень, там можно объяснить концептуально. Ты можешь поехать на курсы повышения квалификации, да, но ты должен обладать неким чутьем через собственную жизненную проблему. Есть такое правило. Хотите, я вам никогда не рассказывал про него. И вряд ли вам кто-то про него расскажет. Ну, интуиция туда же, да. Чем глубже поврежден сам терапевт, тем глубже он может помочь людям, если он сам занимается своей терапией. Если он сам знает глубоко свою проблему, если она очень глубокая, то он также глубоко может помогать. Вот если психотерапевт просто пришел в институт, потому что у него баллов ЕГЭ не хватило, он может быть очень мало поврежденным, ему просто чисто интересная психология. Он вообще не будет понимать. Вы наверняка приходили к таким психологам, они вообще ни о чем не говорят. Что-то вот как-то в общих чатах у него нету у самого терапевта такого повреждения. Он не может до него дойти. Соответственно, терапевт, у которого уровень повреждений меньше, уровень травматизации меньше, он на этом уровне для клиентов останется. Если человек граничится только панической атакой и страхом, это одна история. Если у человека более глубинные сложности, связанные в отношениях с родителями, и так далее, и он это может прорабатывать, тогда он сможет помогать людям. Я могу вам сказать честно, кому я не могу помочь. Я не могу помочь людям с травмами, с такими серьезными, потому что это не мой опыт. Я не могу помочь людям с определенным жизненным опытом, которого у меня нету. И это нормально. Раненый целитель есть такая тема, но я тебе так скажу, Андрюх, этот целитель может быть эффективен, если он перестанет себя повреждать. И его повреждение будет являться фундаментом для исцеления других. Травмами, Сереж, я имею ввиду изнасилование, потеря родственников, такие вещи, авиакатастрофы, то есть это немножко другой профиль психологии. Я сейчас говорю про неврозы. Окей, значит, дальше про УКР. Самое главное это история про подбор этих упражнений. Посмотрите, вебинар по УКР, там эти упражнения разобраны на самом деле, но там тоже есть оговорка, что их подбирать должен профессионал. Так что, Свет, можешь, если будешь смотреть вебинары по блоку, удели этому внимание. Самое главное вы должны запомнить в тезисе про УКР. Все ваши страхи, которые лезут вам в голову про болезни, сумасшествия, что за этим стоит? Что стоит за страхом СПИДа, сумасшествия, смерти? Стать плохим или не успеть? Стать плохим или не успеть? И тут ваш терапевтический процесс должен быть направлен «А куда я так спешу?» А действительно ли, если я не успею, я буду плохим? И вот здесь мы с вами как раз и работаем в этом аспекте. Поэтому психотерапия это диалог. Вот вы сейчас были на сеансе трехчасовой психотерапии. Я вас с этим поздравляю. Вот вы теперь знаете, что такое психотерапия. Если бы вы были с вашим психотерапевтом один на один, было бы примерно то же самое, только было бы больше диалога, да? Когнитивная психотерапия, она больше научающая, даже не такая тренерская. Агорафобия может быть связана с ОКР. Может. Может. Может, конечно, да? Пожалуйста. Поэтому давайте так вот коротенько какой-то острый вопрос, который у кого-то кипанул внутри, и он сейчас будет раздражен, если я на него не отвечу. Сереж, ну что вот это ты вот форумскую херню? У кого чувствительность в анусе? Напиши нам. У кого чувствительность в анусе? У кого чувствительность на зубах? Ну что ты делаешь? Что это за маразм? Зачем тебе знать, у кого, блядь, чувствительность на зубах? Ну что тебе это даст? Возраст Андрея имеет значение, мы работаем с людьми, только достигшими 18 лет. Если тебе меньше 18, то это подростковый детский психолог с разрешением родителей письменного. Или устного при визите. У меня был парень несовершеннолетний в терапии, но приезжала его мама с ним. Мы с ней об этом говорили и только после этого мы с ним занимались. Чтобы не бояться, что у тебя не невроз, а реальная болезнь, просто тупо пройди обследование и посмотри правде в глаза. Леша, ты мне ответил, Джонс, про что? Повтори, пожалуйста. Как можно оставаться собой в то же время быть гибким? Подождите, Ир, как можно оставаться собой в то же время быть гибким? Это хороший философский вопрос, этим мы, собственно говоря, и занимаемся. Ты понимаешь, быть гибким это способность, Ир, принимать обстоятельства и людей, что они могут быть, что они ничего не доказывают, и что мы можем высказывать лишь пожелания к обстоятельствам. Я бы хотел, чтобы, но так может быть. Гибкость это понятие принятия, не делание крайних выводов, и это понятие допустимости. термин быть собой это история про то, что я веду себя так, как надо типа обществу, типа правилам, или маме и папе, типа как надо правильно девочке. Это немножко разные вещи, Ир, понимаешь? Быть собой это быть настоящей. Вот ты хочешь яблоко, и ты говоришь, я хочу яблоко, а тебе твои близкие говорят, а мы едим все апельсины, давай вместе с нами. Ты говоришь, нет, я буду есть яблоко, но это не значит, что я вас не люблю, и я надеюсь, вы не сделаете вывод, что я не люблю вас. Просто я такая, какая я есть, и было бы неплохо, если бы мы принимали выборы друг друга. А вот если ты будешь выбирать апельсин, потому что они его типа тоже едят, чтобы для них быть хорошим, тогда ты не будешь собой, и это большая проблема. А гибкость это история просто восприятия ситуации. Понимаешь, о чем я сказал, или уточнишь? Ир, а это ты, Ира, которая у меня занимается? очно. Потому что вопрос похож на мою клиентку вообще. А, ну вот, но это не ты, ну не та Ира, но тоже Ира. Хорошо, я ответил на твой вопрос или что-то повторить? Близкие начинают тебя морально, вот это стой момент, близкие начинают морально за то, что ты выбираешь апельсин. Валерия или Валерий? Ну, неважно. Смотри, мы должны дать право близким, внимание это всем, пожалуйста, мы должны дать право маме, папе, близким быть такими, какие они есть. Understand? Они имеют право быть такими. Запомните одну фразу, слушайте, Валерия, отлично, слушайте, люди, нет, я не рождалась, чтобы удовлетворять ожидания людей, в том числе моих близких. Я бы хотела оправдать их ожидания, но в жизни бывает всякое, где я эти ожидания могу порой не оправдать и это ничего не доказывает. В то же время, где люди не рождались в этом мире, чтобы оправдывать мои ожидания о них, и они не должны быть такими, как я хочу. Вот это очень важно. Запомните одну краеугольную фразу Красикова Алексея. Пожалуйста. Вы расстраиваетесь только тогда, когда ваши ожидания не оправдываются. Это важно. Давид, я не знаю, в каждом случае индивидуально. Я бы не сказал, что он этого хочет. Я бы так не сказал. еще раз. Вы расстраиваетесь только тогда, когда ваши ожидания о людях не оправдываются. То есть вы говорите, знаете, как у женщин бывает, хотите прикол? Женщины говорят так. Ты не оправдал моих надежд и ожиданий, и ты разбил мне сердце. Прикольно? Ты не оправдал моих ожиданий, и ты разбил мне сердце. Круто! Только проблема в том, что это твои ожидания. И он не соответствовал твоим ожиданиям. И здоровая психика скажет примерно так. Было бы лучше, если ты оправдал мои ожидания. Но ты это ты, и ты имел право не оправдывать мои ожидания. Это я от тебя ожидал. И если мои ожидания не оправдались, это вызывает у меня лишь разочарование в том, что мои ожидания не оправдались. Но ты не обязан их оправдывать. мне мне просто хотелось чтобы они были оправданы. Мы должны понять. теперь один секрет хотите вам расскажу напоследок. Пожалуйста. Если понравилось приходи на следующие вебинары седьмого. И последнее я хочу вам сказать перед тем как мы закончим. Слушайте пожалуйста внимание. Подождите. Потом будете благодарить. Подождите. Сейчас расскажу. Запомните раз и навсегда. вы не можете обидеть людей. Нету слов и нету поступков которые могут обидеть ваших окружающих людей. Обидеться на вас на ваши слова и действия или нет могут только они от того как они поймут ситуацию и слова. И это их выбор и их право. И вы не можете на это влиять. Если вы будете пытаться жить чтобы не обидеть кого-то вы не будете жить вообще. Потому что обидеться или не обидеться решают они. Возьмите русский язык обидеться расстроить ся что это все означает ться разозлить ся обидеть ся беспокоить ся вот это ть и ся это себя вам даже русский язык на это намекает что люди расстраивают себя интерпретацией обижают себя злят себя и депрессируют себя это их выбор и вы не можете управлять их выбором и если на меня кто-то обиделся из вас допустим я говорю я сожалею что ты обиделся но ты обидел сейчас себя своим отношением к тому что я сказал и вот так должна выглядеть ваша здоровая реакция а не то ой ты обиделся правда не должно быть внутрь себя это принято но ты имеешь право на меня обидеться потому что ты это принял решение и я лишь сожалею об этом теперь спасибо вам большое что пришли 28 я жду парней мы будем с мужчинами говорить исключительно о мужских вопросах кто оплатил два вебинара имейте ввиду что те кто оплачивал там у вас имя соответственно женщинам я вышлю седьмого мужчинам 28 для этого писать ничего не надо кто не покупал мужской и женский и купил допустим только одно место соответственно если хотите приходите если вы мальчик покупаете вебинар там в магазине там же 28 если вы девочка приходите седьмого с мальчиками будем говорить об успехе о вот этой самой истории я должен достичь там этого 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 иначе я лошара будем тоже три часа разговаривать а с девочками седьмого марта мы будем говорить о том как они выбирают мужчин как они боятся расстаться я останусь одна никому не нужный классические женские неврозы зависимости от мужчины финансы дети разводы плохая девочка хочется такого а я этого позволить не могу сексуальность будет у мужчин и у женщин тоже у мужчин эта история знакомства с девушками будет обсуждаться очень подробно социофобии у девочек будет история познакомства с мальчиками и отсутствие вигинального оргазма клиторального вряд ли и вообще способность расслабиться если вам это все интересно я вас жду 28 мужчин 7 женщин я надеюсь что я сегодня попытался так вот ответить на самые частые ошибки я надеюсь вам понравилось если кто-то записал этот вебинар я вас очень прошу пришлите мне его ссылкой в каком-нибудь там файлообменнике мне кажется он достаточно получился неплохим в рубрике ответы на вопросы да ну я не лучший я такой какой я есть кому-то я нравлюсь кому-то я не нравлюсь люди есть которые любят меня погнобить в интернете они получают от этого удовольствия есть люди которые нравятся что я делаю поэтому я разный для всех и это нормально я не могу сказать что очень скромный Макс я кстати вот то что я транслирую в инстаграме и вконтакте это история про то что я вам показываю что вы можете быть собой и если кто-то вас не поймет и покрутит вам пальцем и виска так бывает вот Дмитрий Анатольевич Медведев как-то спросили вы знаете что вы не оправдали большинство надежд россиян когда вы были президентом знаете что Медведев сказал он говорит так бывает иногда мы не оправдываем надежды надежды некоторых людей я постарался сделать что мог если я чьих-то ожиданий не оправдал я сожалею об этом ну так бывает поэтому если вы чьих-то ожиданий не оправдали так бывает вы не обязаны и если на вас кто-то обиделся это его выбор вы можете лишь сожалеть об этом и можете сказать о чем чем ты обиделся что я такого сделал и подумать об этом но не берите это всегда внутрь спасибо вам большое хотите вебинаров покупайте блок из 10 вебинаров там будет еще 10 таких лекций на 30 часов это все на сайте хотите вебинары с DVD по территории России вот с этими методичками печатными можно тоже это позаказывать рекомендую вам с диском более полно ну как финансы распоряжаться спасибо приходите этот вебинар будет бесплатный поэтому вы можете его выкладывать сами желательно чтобы я его выложил на канале неврозный мегаполис согласны что он будет бесплатный или не надо его делать платным вообще у меня есть правило что платные вебинары подождите стоп что я загнал платные вебинары не могут быть в свободном доступе иначе обесценивается ваша оплата поэтому бесплатного не будет я что-то тут перегнул это неправильно поэтому давайте сделаем таким образом вы мне его скиньте а я подумаю будет ли он платный просто мне не мне не жалко просто мне не хочется чтобы люди потом подумали что вот что я оплачивал вот серьезно поэтому давайте так вы мне файл скинете а я подумаю ладно потому что вот эти три вебинара они конечно будут очень эффективные терапевтические но мне не хочется чтобы люди думали о том что теперь их не надо оплачивать они появятся у Красикова ВКонтакте нет я наверное так не сделаю если они появятся то гораздо позже поэтому я думаю что правильно будет его не выкладывать свободный доступ во всяком случае в ближайшее время посмотрим спасибо вам большое я надеюсь вам понравилось как видите я постарался максимально ответить на ваши вопросы жду вас группы там в четверг еще будут набор там некоторое количество мест поэтому на этой неделе смотрите тоже там будут до набора в четверг потом будет набор в субботнюю группу в 12.00 как раз потом там еще будет набор в среду еще в один четверг так что в принципе ближайшие там неделю две там еще будут некоторые группы поэтому все кто хотят в группу все придут сейчас нет нельзя следи за новостями окей спасибо вам увидимся в следующую субботу до встречи пока удачи спасибо вам большое спасибо